Сегодня я буду говорить о том, как меняется карма в Бухгенады Кришны. Надеюсь, что здесь все в теме, все в Бухгенады Кришны. И поэтому хороший вопрос, хороший вопрос. Мы сейчас разберемся. И как у нас будет построена сегодняшняя встреча? Я, наверное, сначала расскажу лекцию на час-полтора. Потом у вас будут вопросы, мы будем общаться. Если вдруг у вас по ходу лекции будут возникать вопросы, записывайте тетрадочку. У вас у всех есть тетрадочки, телефоны. И после того, как я закончу презентацию, можете задавать вопросы, будем обсуждать. Нормально? Я не думаю, что мы будем 4 часа общаться. Не все выдерживают 4 часа, особенно лекция. Я предлагаю, что мы 2 часа пообщаемся. Ну, может быть, 2 с половиной часа полное общение. Потом мы покушаем, и нормально. Хорошо? Если вдруг у кого-то останутся, ну, прям, такие жизненно важные вопросы, знаете, мы, может быть, пока покушаем, пообщаться. Как кому-то, мне будет не помочь. Нормально? То есть, все закончится часа в 2. Отлично! Видите, как здорово! То есть, я еще ничего не сделал, а муж и мады. Видите, мады же, они обрадованы. Учинка заболела. Все рады. Итак, как меняется карма преданных? Этот вопрос постоянно возникает у вайштау, когда они попадают в сложные ситуации. Пока все нормально, про карму никто не вспоминает. Какая карма, врагу? Все нормально. Ну, как только происходит какая-то сложная ситуация, сразу же возникает карма, как она работает. А ведь у нас нет кармы. Почему такие неприятные вещи случаются с нами, преданные? Мы же преданные, Бог, мы же Твои преданные. Почему это случается с нами? Однажды, в 2008 году, если я не ошибаюсь, когда у нас годовая переехала? В 2008 или в 2005? В 2005 году. Однажды, в 2004 году, я в то время был в куджаре, в храме, на беговой, и утром, значит, я жил на третьем этаже, кто помнит это такое двухэтажное здание, но я жил на третьем этаже этого двухэтажного здания, как и на чердаке. Вот, я жил там, и, значит, рано утром я провожу... Давайте я возьму эту вещь, все нормально. Это подарок, да? Смирно. И, может, сюда, вот здесь, вот у нас специальный. И, значит, а вы садитесь уже. Все работает. То есть, представляете, утро 2.30 утра. 2.30 утра, я просыпаюсь, значит, с 3.15 у нас мангарится, соответственно, я до этого должен все, 4 часа мангарится, я до этого должен все сделать. Вот. Это лето. Выхожу на улицу, с третьего этажа, там по лесу выхожу на улицу, душ, это все на первом этаже, там в куджарской, я выхожу на улице. И вот представьте, вокруг нас, вот это вот здание, а вокруг нас Дон Стой уже копает. Они уже сказали, вы не беспокойтесь, вы не беспокойтесь, мы вас не трогаем. И вот, представляете, вот это вот здание маленькое наше, а вокруг уже тортова. Там на 10 метров вылетела тортова, люди в касках, с такими фонариками, мужики ползают всю ночь, там что-то крепят, что-то делают. Какие-то краны, это прожектора, вот такие, вот все вот так. Я выхожу, значит, 2.30 утра, и смотрю, вот этот мрак, вы на всякий случай телефоны выключите. Ну, я вас предупреждаю, у меня наверняка позволят, спросят, как там лекция. И вот я выхожу, значит, тут вот эти мужики с этими фонариками, тут вот эти каркаваны. Я думаю, что такое вообще? Почему так? Мы же премины, мы же Богу служим. Почему? Вот смотрите, если у нас знакомый мэр города Москвы, вот мэр города Москвы, вот разве он бы позволил, чтобы вот мужики 3 часа ночи полазили вокруг нашего дома и рыли что-то. Ну, такого бы никогда не случилось, так? А Кришна же это круче, чем мэр Москвы. Это же Бог. Почему так происходит? Мы Богу служим, Он главный, и тут вот это все происходит, у нас забирают здания, и не дают новые. Ответ. Почему страдание такое? Мы же стараемся, мы же хорошие. Знаете, вот в каком настроении я имею в виду в Новиславе. У меня есть сомнения о том, что, а есть ли, ну, может быть, Кришна и есть, но управляет ли Он все? Хороший ли Он? Мы же окно открыли, да? Да. Супер. Лучше даже вот там в окно открыть, потому что нас много. Вот. Понимаете, да? Сразу вот этот вопрос. Мы хорошие люди. Почему страдания приходят к нам? Почему страдания приточные? И мы об этом поговорим сегодня. Почему приходят трудные ситуации и как меняется карма у преданных. И у нас будет две части. Вначале мы поговорим с вами о том, что они себе представляют законы кармы. и о том, что служить Кришне это самая гармоничная деятельность в этом мире. Вот я попытаюсь доказать, что лучше, чем в акции, с точки зрения законов кармы, ну, нет ничего. Давайте посмотрим, как это все работает. И вторая часть наша будет посвящена как раз ответа на вопрос, если мы занимаемся такой хорошей деятельностью, как Бхакти, почему же, когда я прихожу к астрологу, он открывает мою карту гороскопа, и, знаете, вот все как один к одному. Вот как было до Харитмиши, а как же карма поменялась? Понятно, да? То есть две части у нас две части. Одна будет посвящена, что Бхакти это суперхорошая, замечательная деятельность, которая влияет на карму максимально хорошо. А вторая часть, если она так максимально влияет, почему бы у меня тот же самый гороскоп, как и Духа и Гришны. Вам нравится тема, не? Да? Все говорят, нравится, говорят. Хорошо, давайте разберемся, что за карма такая, что за законы. И вот здесь определение, слово карма, особенно ваишнавы, могут дать десяток определений слова кармы. В Бхаговаргите есть, там, карма, карма, и все остальное, там, вот это вот, все там объясняется. Но мы для сегодняшнего нашего, нашей презентации будем одно значение использовать. Здесь на картинке два значения, мы будем использовать как-то, и обычно два. То есть первая карма означает действие. Слово карма буквально переводится как действие. Вот этот дядечка действует, видите, как он мощно действует молотком. Вот это вот действие вот рукой, глазами, ушами, речами, мозгами, вот это все действие. Тело, ум и речь. Действие на уровне тела, ума и речи называется кармой. Карма переводится как поступок или действие. Это одно значение. Второе значение, которое тоже на этой картинке вы видите, он подействовал. И что произошло в результате его действия на картинке, вы видите? Последствия. А? Последствия. Ну, а что конкретно, какие последствия? Разбил стекло. Вот это называется последствия. Последствия деятельности также называют кармой. И мы с вами совершали много поступков. И за каждое поступок, которое мы совершаем темным умом или речью, мы должны получить какие-то хорошие или плохие. Мы позже об этом говорим. И вот эти накопленные, скопления результатов наших поступков также называются словом карма. Ну, и кармические последствия, еще такое определение. И по-русски это будет называть словом судьба. Ну, то есть что такое судьба? Это накопленные кармические последствия, которые приходят в нашу жизнь, капают в нашу жизнь, дают нам какие-то радостные или печальные ощущения. Вот это последствия действий кармы, это последствия действий. Ничего нового в этом нет и возникает вопрос, вопрос, потому что иногда у людей представление о законах кармы. Что такое законы кармы? Ну, то есть есть пространство и в этом пространстве есть какие-то законы. Кто-то говорит, вообще никаких законов нет. Ну, это глупость, потому что вот если я урону сейчас этот культ согласно закону гравитации, он упадет в мир. То есть закон все-таки есть. То есть если регулярно что-то происходит, значит есть закономерности. Так, закономерности в этом мире есть. И вот одна из закономерностей это закономерность между поступками и реакциями из этих поступков. Давайте какую-нибудь психологическую закономерность можете привести? Вот всегда работает психологическая какая-то закономерность в поведении людей. Если делаешь так, то всегда вот так происходит. улыбаемся улыбаемся с соседа. Он тоже повыше ему будет. Если мы улыбаемся соседу, если мы людей по имени называем, то легче с ними общаться. Есть такой пример? Если людям хамить, то сложнее общаться. Он тоже замечал такую закономерность. Замечали, да? Есть определенные закономерности. Если такая глубокая закономерность кармическая, то есть я совершаю поступок, через какое-то время приходит результат на мой поступок. И понимание, что есть какие-то законы есть, и как они, кто, ну не знаю, просто есть законы. Просто есть законы. Но так как мы с вами преданные Кришны, мы понимаем, что эти законы это законы Кришны. Когда они сами при себе законы, означает, законы придумал Кришна, именно Он сделал такие закономерности. Ведь можно сделать любые законы, согласна? Если я могу сделать такой закон, если я Господь Бог, я могу сделать закон. Если я отпускаю пути, Он взлетает вверх. Могу я такой закон сделать? Почему нет, если я Бог? Если только, да. Я могу так придумать. Я могу сделать такой закон, если ты человеку говоришь, ты дурак, он тебе достает тысячу рублей и отдаёт. Могу я такой закон сделать? Если я даже Бог, я могу такие законы сделать? Если человек говорит человеку спасибо, ему за это ват на 20 лет. Могу я такое сделать? Могу. И соответственно получаете, что эти закономерности, которые установлены в этом мире, они установлены Кришной. мы знаем, что Кришна, Господь Бог, Верховная Личность, которая всем управляет, она, этот Господь, Он решил сделать определенные закономерности в этом мире. Но, как вы думаете, от чего зависит, какие закономерности в этом мире есть? Почему Он решил сделать именно такие закономерности? Почему вот? Вот у нас какие-то есть закономерности вот в этой комнате? А организаторы какие-то закономерности проходят? Лекция проходит? Лекция проходит? Ну, вовремя надо приходить, да? А есть такой закон, надо приходить вовремя, в том числе и лектору. Да? Вот, есть такой закон. Еще какие законы есть? Проверкивать прощения в обществе. Здесь ваш телефон? Ваш телефон? Чей? А чей телефон? Да? Тут вам звонит. Спрашиваю, записывайте в лекции. Вот, еще один такой закон, надо выключать телефоны. Хороший закон. А скажите, вот это то, что приходить вовремя, что надо открывать окно, чтобы люди не задохнулись. Понятно же? Можно открыть еще, чувствую, и люди задыхаются. Да, да, вот, зачем, зачем вот, зачем нужно открывать окна, зачем нужно выключать телефоны, зачем нужно вовремя приходить. Почему такие законы вот в этой комнате? Для всего блага. Какого блага? Какого блага? Для того, чтобы немного с лекции на лекции. Понимаете, то есть законы всегда нужны для того, чтобы достигать какой-то цели. Правильно? Не бывают законы просто так. Это глупость. То есть мы можем вести такой закон. Каждый, кто открывает дверь, должен подпрыгнуть и достать голову до потолка. Давайте ведем вот такой закон. Ну, вопрос, а зачем? Ну, конечно, если у нас есть план набора сборного ЛБА, то, может быть, это не такой подпольный набор был, но, может быть, это не имеет смысла. Так это глупость. Ну, конечно, люди порой делают глупые законы. Ну, так, не рассчитав, они хотели что-то хорошего сделать, не до конца поняли. Ну, подумайте, если господ чуть умен, и добр, сострадателен, и он соответственно хочет благо дам. Как вы думаете, у него же должна быть конкретная цель на этот мир? Какая-то конкретная цель, и под эту цель он и делает определенные законы, которые будут в этом мире работать. Согласны? И вот возникает у нас вопрос, а в чем план Бога на этот мир? У него определенный план на этот мир. И чтобы достичь этого цели, достичь исполнения этого плана, он под эти цели и под этот план сделал определенные закономерности, что за такие поступки должно происходить вот это, а за такие поступки должно происходить вот это. Но не просто так законы. У этих законов есть определенная цель. Каков же план? Что он от нас хочет эти незаконные? То есть здесь на лекции мы понимаем, почему надо открыть окно, выключить телефоны, потому что иногда можно закрывать окно, если кто-то замерзает, ну, не фанатик. Я просто так, можно открывать, закрывать. То есть цель не в том, чтобы окно было открыто или закрыто, а в том, чтобы люди были живы и они не летят. Вот. И чтобы достичь этой цели нужно определенные вещи у Бога на этот мир. Что он хочет? Что зачем он этот мир создал? И почему именно вот такие заходы? Как вы думаете? Чтобы он желание свое орицает. Вот. Люди говорят, что мы хотели этот мир создать для того, чтобы мы могли реализовать свои желания. Чтобы мы могли реализовать духовное или что? Чтобы мы вспомнили свою истинную природу. Чтобы вспомнили свою истинную природу и вернулись назад. То есть здесь назад. Вы правиль говорите. Какие желания мы могли здесь исполнить? Реализовать свои желания. Какие? Эгоистические. Эгоистические это какие? Вы же призывы? Понаслаждаться. Понаслаждаться и в духовном мире тоже все наслаждаются. И чтобы мы могли вернуться, чтобы начать в целом законе и чтобы вернуться. Иллюзорно. Иллюзорно. Без Бога не очень приятно жить. Чтобы мы поняли, что наше желание расходится желанием. Иллюзорно. Ага. Еще какие варианты? Давайте. Почувствовать себя Богом. Чтобы мы могли здесь почувствовать себя Богом. Вот. Какой был план и мы могли здесь это реализовать? Еще какие? Нет счастья. Нет счастья в том, чтобы быть Богом. То есть дать нам возможность побыть Богом и понять, что в этом ничего хорошего нет. что вы понимаете по словам побыть Богом? Как вы видите? Вот у хата спрашивают Бог ты коп? Да. Что чуть побыть Богом? Ваши признания. Я в центре я номер один. Колоссальная ответственность. Колоссальная ответственность быть Богом. Быть в центре и быть номер один. Не хочется это ответственность. А все хотят быть номер один? Что вы тут говорите? А, ваше мнение. Вы же сомневаетесь. Еще какие-то варианты. Зачем мы здесь? Какой план? А может быть вберять в божественную природу и здесь все реализовать? А в божественную природу его или свое осознать и здесь все реализовать? А сколько будет его? Его природу осознать и здесь ее реализовать? Еще как вы думаете? Какой план? Выклад на что эти законы помогают нам понять, куда они нас ведут, к чему они хотят нас вдохновить, эти законы? На служение. На служение. Они хотят нас вдохновить на служение. На любовь. На любовь. Нормально. Мне нравится. Чтобы мы поняли, что без Бога мы не сможем стать счастливыми. Что без Бога мы не сможем стать счастливыми. Нормально. быть еще что чтобы мы осознали качество Бога и если уже стремиться к тому, что Бог будет максимально к нему приближенному, то можно стремиться и обладать такими качествами. Развить божественные качества. Вы на самом деле все про одно и то же говорите просто с разных сторон. так видно, что все уже прокачаны. Этот мир нам объясняет шею выклада две цели действительно у этого мира есть две цели с одной стороны дать возможность живому существу реализовать свое желание жить без Бога и попробовать как оно без Бога значит я сам хочу быть Богом значит я управляю я решаю я независим и когда люди хотят быть Богом не то что они я хочу быть Богом тут не скажем ну круто скажем но не все насколько говорить уже не умеет с пастом с апами но они так ведут себя они говорят все должны меня слушать все должны меня слушать и очень расстраиваются когда они его не слушают и я хочу управлять я хочу чтобы все сделали приятно для меня если мне приятно значит все будут хорошо и вот с одной стороны дать возможность душе испытать это но с другой стороны вторая цель этого мира в том чтобы помочь живому существу понять что есть более приятные способы быть счастливым чем быть Богом что оказывается любить служить жить не для себя а для любящего Бога это во много расстояние чем пытаться жить для себя и вот эти две задачи заложены в этот мир и все законы все законы кармические законы причинно-следственная связь которая существует в мире она все завязана на этом принципе и вот этот принцип у меня всегда такой знак кто на мои лекции ходит уже наверняка видимо в эту спираль такую аспираль означает широкое сознание не думающая в себе и другим словом это любовь и что такое любовь любовь это когда 100% своей энергии отдана объекту людей 100% сознания 100% силы силы сознания отдана тому для кого мы живем человек совершенно душа совершенно не думает о своем счастье она думает только о счастье того кого она любит душа ну из Кришны и можно так сказать что у души есть душа как генератор такой да она генерирует допустим один киловатт энергии и вот весь этот киловатт энергии уходит вся энергия уходит на Кришну вся энергия уходит и душа изначально не думает совершенно о своем счастье и при этом так как она не думает о своем счастье она испытывает самую большую часть Шимадвагаватам говорит нам о том в первой песне Шимадвагаватам дается определение того что делает душу полностью счастливым полное счастье когда бескорыстки непрерывно не думая о себе и постоянно душа любит Бога вот это дает душе полное полное счастье то есть душа полностью реализовывает себя и полностью счастлива это наша природа и начальник и соответственно что у нас получается если это наша природа обычно когда я рассказываю какие лекции или сам присутствует на лекциях на фестивале благости или что-то связано с этим у людей всегда возникает такое противоречие то есть они слышат от просветителя о том что не нужно думать о себе и тогда ты будешь по-настоящему счастлив и сразу возникает противоречие если я не буду думать о себе то тогда я буду по-настоящему максимально счастлив здорово так как хочу быть по-настоящему максимально счастлив я не буду думать о себе это будет я буду бескорыстным и тогда я буду счастлив для тебя речи видите какое подъем для себя ну когда я подъем то есть я все равно думаю о своем счастье так как хочу быть максимально счастлив я буду бескорыстным и вот люди всегда этот вопрос подождите вот вы говорите что душа будет счастлива счастлива а как же я же не должен думать о своем счастье из него конфликт возникает и вот это умом материальным ну и непонятно потому что счастья это хочется и он говорит да чтобы быть счастливым не нужно думать о себе да классно вот не думай о себе где счастье и опять этот корыстный вылезает и но вот духовная реальность именно вот такая жизнь и хотя ну мы все читаем в Ангелии там разные истории описывающие духовную реальность гриндаван там живут не знаю трава гриндавани и трава гриндавани что бы вы не взяли во гриндавани любая травинка пылинка это живое существо которое совершенно не думает о своем счастье единственное о чем думает травинка только о том что Кришна скоро пойдет и надо как-то так вот лечь аккуратненько давай вместе как-то вот ровным коляжем здесь чтобы Кришне было приятно на нас наступать коровы они специально вот так вот ходят вот так вот смотрят вот так подходит Кришне для того чтобы Кришне было интересным можно сказать вот глупо но они наряжают смотрите как они украшают себя и какие представления но понятно чего они украшают непонятно ничего потому что они украшаются для того чтобы быть красивыми да для того чтобы быть красивыми чтобы Кришне было приятно на них смотреть и никто в духовной реальности в том числе и Кришне не думает о своем счастье когда вы слышите о том что Бог наслаждающийся всегда возникает такое как-то представление вот он сидит и наслаждает то есть еще нет и вот у него тут значит была сгущенка вареная и большей ложкой есть эту сгущенку весь вот обляпанный этой сгущенкой и рабы вот тут пляжа и он говорит ну-ка давай и вот так и раз но он наслаждается этим это называется антропоматизм когда человек накладывает свое представление наслаждение и на Бога и думает ну вот я вот здесь наслаждаю всем этих и он это тоже там наслаждается только покруче чем это вот если бы я был с Богом я бы вот так и жил я его понимаю все понятно ничего не понимаете но кто не понимает потому что он наслаждается совершенно другими вещами он наслаждается тем что он не думает о своем счастье он думает о счастье своих это любовь любовь означает сто процентов его энергии идет только на то чтобы живые существа его частички они были счастливы и их сто процентов энергии идет на то чтобы думать о том как его сделать счастье счастливым Никто не думает о своем счастье, и все обалденно счастливы. Это любовь. Порядка, да? Вот. Но что произошло? Теперь это живое существо, которое, значит, из духовной реальности, и вся его энергия, вот так вот, вот этот значок вся его энергия, идет, отдается к Кришне, и это называется любовь. Вот так уж получилось, по какой-то причине, это мистическая вещь, как хорошо училась, но в какой-то момент живое существо решило, знаете, не всю энергию отдавать Кришне. Не то, что оно сразу не потяло в мосту, либо в Брамаджёте, либо там разные варианты, откуда живое существо пришло в этот мир. Это такая сложнейшая тема, когда человек упадал на эту тему, когда задавали эти вопросы, потому что многие много мнений, вот, из Галокки Вриндавы, или из периферии, или из Брамаджёте, много-много мнений, и спрашивали «А как, ну, действительно, откуда конкретно?» Вам давал очень практичный ответ на этот вопрос. Ну, очень сложно там разобраться, честно скажу, сложно там разобраться. Вам надо святоточиться на другую вещь. Вот как назад? Откуда там уже, мы уже упали? Ну, как вот назад? Вот это актуально. И вот так или иначе, у живого существа вот эта интенсивность отдавать, проявлять любовь, она немножечко стала на 99%. И получается, вот этот 1% энергии, она отдается. Значит, 1% остается, и куда этот 1% пошел? Как только появляется интерес для себя, пусть такой небольшой, скажем, 1%, 99% для Кришны, а 1%, ну, как-то вот, а я тоже вот есть. Он вспомнит про себя, про свое счастье. И в этот момент и начинается приключение. Уже душа не может испытывать 100% счастья. То есть она не отдает 100% себя, не думая о себе. Нет? Получается, 1% уже думает о себе, и уже начинает подсчитывать, уже взывание экспериментации. А почему вот так? А я вот думаю, что вот так вот должно быть. Понимаете? Сразу думает, а почему вот, может быть, больше можно счастья, а может быть, что-то еще есть. А где лучше устроиться? Все, появилось свободное пространство. Вместо 1 кВт стали отдавать 99 Вт и 1 Вт. У меня осталось на беспокойство о себе. И, а представляете, когда уже не 1 Вт на себе, а когда 100 Вт, то есть полностью вся энергия идет только думать о себе. И знаете, какая проблема возникает, когда человек начинает думать о себе? Чем больше человек начинает думать о себе, чем больше он стрелокачивается на себе и на своих потребностях, тем отвратительнее с ним находиться рядом. Почему? Очень просто. Вот сейчас, если кто-то этот пример слышал, а ничего страшного, послушайте еще раз. Я его всегда рассказываю. То, что понял, то о том и говорит. Вот я понял эту вещь. Вот сейчас я смотрю на вас и вижу, что здесь сидит 50 человек. Хорошие люди, надо как-то уважительно к ним относиться. Вот организаторы потратили время, возможности для того, чтобы мы здесь собрались. Поплоды мои. Спасибо, что вы собрались. Даете мне также возможность служить вам. Тут и благодарность есть. Стараюсь как-то правильно делать. И я теперь беру свои привязанности. Вот эта рука и твои привязанности. Я начинаю сильно сосредоточиться на своих привязанностях. Вот как раз я сосредоточился. И смотрю вокруг и ничего не вижу, кроме своих привязанностей. Привязанность просто не существует. Потому что у меня на глазах я вижу только свои привязанности. Теперь как начинает вести человек, который не видит, что в аудитории сидит 50 человек? Как ему хочется. То есть кинул куда-то, а почему? Второй говорит, в эту сторону. И что-то там. А гризок от яблока кинул в эту сторону. Ну, как-то стало как-то вести себя, как будто я один. И у вас, конечно, за меня радость возникла. Вы так обрадовали за меня. Да, вы вообще пришли в лекцию послушать. А тут человек непонятно что делает. И вы чувствуете себя оскорбленными. Почему? Потому что на ваши потребности, желания и ожидания просто наплевали. А это никогда не нравится мне. Но почему я так себя веду? Потому что я вас не вижу. А почему я вас не вижу? Потому что очень сильно сосредоточен на своих интересах. И чем больше человек сосредоточен на своих интересах, тем меньше он проявляет хорошую качество. И тем больше он проявляет нехорошую качество. Украсть, предать, обмануть, насилие и так далее. Все эти вещи почему-то исходят. Почему человек делает другими это? Потому что он не замечает их интересы. Почему? Потому что сильно сосредоточен на своих интересах. И второй значок, который я хотел вам представить, это, видите, стрелочка внутрь. Это сознание, которое сосредоточено на своих интересах. И вот здесь вот, чем больше сознание сосредоточен на себе, тем больше безразличие другим, насилие над другими. Что такое насилие? Насилие означает пренебрежение интересами другого человека. Очень духовный для другого. И вот тут у нас несколько представителей таких для духов. То есть, видите, все началось с того, что живое существо не всю энергию отдает любви. Все это припрятало для себя. Это как бы там, ну все пока нормально, но если дальше продолжать эту тенденцию, думать о себе, то это принимает самые отвратительные, жестокие формы. И в соответствии с умонастроением человека, живому существу даются формы, где он может это реализовывать. Я не знаю, вот я что-то вспомнил пример. Как, ну какое-то время назад, когда мне прислали контакт посмотреть замечательное кино. Называется «Страсти Христовы». Духовные. Ты же духовный человек. Вот. Про Иисуса Христа надо посмотреть вот его жизнь, его жертву. И все ничего. Но помните там, кто смотрел вот этот момент, когда его избивали? И там в каких деталях это снимали? Это же, ну, больно было смотреть. Больно. То есть ты смотришь, то есть сначала убили плетью, как бы разодрали плочью его кожу, да? Потом стали этими кошками его бить и раздирали просто, царапали, резали практически. И даже тех, то есть вот у вас даже на лице вот, я вижу, больно, да? То есть даже слушать больно. Представляете смотреть? Почему нам больно смотреть? Потому что мы чувствуем, как он чувствует. И мы представляем вам, как это выглядит. То есть наше сознание позволяет почувствовать боль другого человека. Она достаточно широкая. Мы чувствуем боль этого человека. А вы помните, как чувствовали себя люди, которые его убили? Не нравилось. Не нравилось. Представляете? Вот настолько может деградировать живое существо. То есть по природе мы очень мягкие, добрые, любящие, сострадательные. Но вот так можно деградировать, настолько сознание может извратиться, что живому существу начинает нравиться. Нравится боль другого. И когда он впечатляет боли, то кто-то мучается, орёт, летит. Он говорит, как здорово. Давай ещё надо. Но мы, конечно, так не делаем. Мы же так не делаем над другими людьми. Ну, может быть, иногда, когда наступят на ногу, в другой форме. Может, ну не до такой степени, это же вообще изверги. Ну, как по чуть-чуть поддавливаем. А есть целые формы жизни. Вот когда он совсем уж такое сознание изверга, да, то ему берут, допустим, тело акулы. И там, ну, это уже природа, там столько ребёнок зубов. Кто-то попадает, вот он раз из него уже делает детское питание. За пять секунд уже детское питание. Вот в дом человек стало детское питание. Для акуля. Понимаете, да? Итак, я хочу, зачем это вам всё рассказывать. Я вам рассказываю, что вот проблема есть такая. Что живое существо из любящего, мёвкого, да, и счастливого превращается в жестокого, эгоистичного и несчастного. Эта тенденция, отказ от любви приводит живое существо в таком состоянии. И вот как вы думаете, как Верховный Господь, который любит живое существо, то как он будет смотреть на всё это печальное положение в жизни? Вот ваш ребёнок, допустим, да, будет печалиться. Ну, как будет это смотреть? Ну, сострадать его, жалеть его. Ну, сострадать его, жалеть его. Надо что-то делать. Воспитывать. Не просто так вот. То есть надо как-то его вдохновить, и он шёл вот туда наверх. Правильно? Ну, отец воспитывает. Видите? Там и другая психология. Оно как бы вместе. Потому что Кришна – это отец и мать. Он говорит, Поговорите. И у него две этих груди есть. И он и поддержать, и в то же время как бы вот и вера, чтобы вот Джива была счастлива. И вот для этой цели, для того, вот если ему было бы всё равно, если бы он был, знаете, бесчувственный, какой-то абсолют, бесчувственный абсолют. Ну, ушли ли Бог с ним? Как это русская пословица говорит? Вам у вас воздуха выглядели. Это дефицит в этом. Это пословица не без дефицита. У Бога нет. Ему чем больше там на воздухе, тем ему очень радостнее. Потому что он может любить их в мире. Поэтому, когда Джива откалывается, отходит, отворачивается, ему очень больно становится от чего? От того, что он не может сделать счастливым. Что Джива отворачивается в возможности того, чтобы Кришля мог убить. Но ведь мне не надо это. Я хочу сам жить. Поэтому, законы кармы. В чём идея законов кармы? Вот здесь мы видим. Вот есть это состояние. Здесь такой волк, злой, серый волк. Это когда очень сильно на себе спредоточен. И все эти отвратительные качества, если человек причиняет и проявляет. Ну, мне надо же доказывать, что все дурные качества берутся из созреноточности на себе. Ещё примеры какие-то привести. Понятно ли? Нужны люди понимать. И, соответственно, цель этого мира – поднять живое существо из этого состояния, поднять его вот туда, где оно будет счастливым. Вот идея этого мира. Мало кто об этом знает. Ну, нормально. Я помню, в детстве спрашивал у папы. Мы шли, я держался за руку. Папа? А зачем человек живёт? Где-то, наверное, лет пять было. В этом возрасте обычно здесь философские вопросы. Потом они, ну, уходят. Не наделать ответ – они уходят, и они начинают жить. Я спрашиваю, зачем мы живём? Говорит, да никто не знает, сынок. Никто не знает. Просто выживём. Я задал второй вопрос. Папа, вот, а когда мы умрём, что будет? Ты что такое спрашиваешь? Об этом нельзя говорить. Кто тебе сказал это? Кто умрёт? Нет, нет. Боже не спрашивает ответы. И всё. На этом моё философское познание закончилось. Только честно. На лет пятнадцать, когда я встретился с Гребеном, я смог получить ответ на свои вопросы. То есть, понимаете, да? Вот идея Верина нам объясняет, что цель… Пятнадцатая глава, пятнадцатый стих, что цель… Нет, пока отменим. То есть, цель этого мира в том, чтобы дать живому существу возможность реализовать свои эти желания такие, но вообще идея это в том, чтобы Джилу возвысить до состояния, в котором она будет полностью сейчас. И вот для того, чтобы достичь этой цели, Кришна создал этот мир, и в этом мире Он создал законы кармы. Что такое законы кармы? Законы, которые помогут человеку вот с этого состояния подняться вот туда. Вот такие законы. Точно так же, как у нас есть закон здесь, мы не опаздываем, и мы выключаем телефоны, и иногда открываем окна, чтобы мы не задохнули. Вот точно так… Зачем? Цель, чтобы смогли слушать лекции. И точно так же Кришна сделал законы в этом мире, такие, чтобы если человек идет вниз, вот сюда, его наказывают, ему говорят, ты сейчас не туда идешь. Когда человек идет туда вверх, его награждают и говорят, ты сейчас идешь в правильное направление. Вот тебе еще возможности, вот тебе еще богатство, вот тебе еще мозг, вот тебе тело хорошее, вот тебе условия хорошие, правильно идешь, давай, давай еще больше, у тебя есть вариантов, как идти вперед. Понимаете? Вот это идея законов кармы, или законов Кришны. А что означает хорошая карма? Что означает у какого-то человека хорошая карма? У кого-то приятного условия, для этого вжижения. У кого-то приятного условия, какие? У кого-то… Ну и дедная, в семи летных родители. А родители в семи летных, окей, еще хорошая карма, что работали родители, чтобы было богатым родителям. Да. Даже если мы не предпринимаем, богатство, хорошее рождение… Здоровье. Здоровье. Что еще? Красота. Красота. Таланты. Да? Долголетие. Почему это считается, почему это считается хорошим? Потому что… И еще самое большое богатство какое? Самое большое богатство? Знание. Знание. Почему? Потому что, потому что, потому что, со знанием как-то лучше. Вот если у вас есть телефон, а вы не знаете, как он работает, то это как бы трудно жить. Но когда вы знаете, как он работает, вот у кого есть айфон, вот даже, не знаю, может быть, 70% вы знаете, или 50% вы знаете, что он может. Только на специальных сайтах нам объясняется, что там еще и вот это, есть и вот это, и вот это, и тут он еще и лекательный. Раз мне его скинуть с этого, он вообще не знает. Понимаете, да? То есть, получается, что знание дает могущество, да? Почему люди учатся, ходят в университет, потому что это дает преимущество, да? Интеллект дает преимущество. Теперь смотрите, получается, что богатство, красота, аристокрическое положение, интеллект, знания, да? таланты, что это дает человеку? Старmother. Стар口. Стар dès. Что дает оба эти все вещи? Возможность идет? В Земле. Возможности действовать в этом мире. Если у вас есть деньги, вы можете действовать. Если есть знания, можете действовать. Если есть красота или здоровье. Это дает больше возможностей действовать. Действовать и получать какие-то наслаждения. А когда у человека плохая карма, что такое плохая карма? У него забирают возможности для наслаждения. Больное тело, инвалидность, нет денег, старость, короткая жизнь, нет мозгов, неблагоприятная следа. Это все приводит к тому, что человек мало может действовать. Так вот, почему кому-то дают много возможностей, а кому-то дают мало? Если живое существо делает поступки, которые ведут его вверх, если он идет в сторону бескорыстия, уважения, любви, то тогда его начинают законы кармы награждать, говорят, «Будьте, бегу тебе возможности, давай, давай». Правильно, ты еще больше можешь этим пользоваться для того, чтобы идти вперед. Если же он начинает этим пользоваться для того, чтобы проявлять вот эти качества, отдалить на людей, проявлять неуважение, оскорбление и так далее, то тогда у него все эти вещи забирают. Ну, вот понятно, да? Теперь людям может быть непонятен, они пришли в организацию, допустим, кто-то первый раз пришел в этот зал, а у нас тут такие законы, опаздывать не надо, телефоны выключают, а окна иногда открывают. Но заходит человек, и он же не знает, что здесь такие законы. Правильно? Он же не знал об этом? Вот он сможет догадаться, что здесь такие законы, или нет? Раз, два, может догадаться, может догадаться, что здесь такие законы. Да, когда лектор поорет у него немножечко, он начинает понимать, что это не так, что это не так, что он все время на меня обращает внимание. Да? Если человек привык служить, служить кому-то, может быть, семье не обязательно же духовно платье. Он понимает, что человеку будет тяжело дышать, значит, наверное, это важно. Да, да, открывайся. Поэтому сам может быть более опытным. Он может догадаться. Наблюдать. По поведению остальных. По поведению остальных. Если все так вот смотрят на него, то что-то не так. То есть он может уловить эти законы через страдания. Правильно? То есть, если он постоянно его бью, он будет как-то вот чесать голову и думать, что не так-то вот, что не так. И знаете, он будет даже догадываться. Вот каждый раз, когда он звонит телефон, чтобы он смотрит, что-то не так. Это было надо отвечать. И вот люди там пишут книги, и делают, придумывают там пять способов заработать много денег. Откуда он это взял? Ну просто вот и убили много, да? И вот он понимает теперь, что вот это не надо делать. А какой еще вариант есть того, чтобы человек мог догадаться, какие здесь законы? Кто-то ему скажет. Кто-то ему скажет. И это у нас предписание веков. Соответственно, что такое предписание веков? Сейчас в подготовке будет важный момент. Предписание веков. Во-первых, в веках объясняется, в чем идея этого мира. Притом, объясняется для разных уровней людей. Потому что есть такие люди, которые, вот там сказать, бескорыстие, любовь, уважение. Они вот так вот посмотрят на вас, говорят, в чем? И тут ничего не объяснишь. Поэтому надо как-то по-другому объяснять. Они говорят, ты знаешь, вот если ты вот так вот делаешь, тебе будет больно. Понимаешь? Понял. Вот это не надо делать. То есть на разных уровнях объясняют, но одну и ту же вещь. Что не нужно делать какое-то насилие, злобу, эгоизм. Не нужно делать уважение, служение. На разных уровнях. Но ведут все предписания веков. Они ведут в том направлении. И ругают направление, которое идет в этих судах. И вот веды, ну если человек действительно суть вед понял, как раз по главе 15-15, как там говорит, Сарвайся чахам, хридисани виштуматасвритим, гьянава кухонамча, ведэща сарвар, ахавэ ва веду биданта, битведа вед чаха. Вечна говорит в этом тексте, что цель всех вед познать меня. То есть по идее все предписания вед на разных уровнях. Идея в том, чтобы человека туда туда вед, 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 вед. В конце концов, человек влюбляется в Бога. Вот ради этого все сделано. И предписание вед для разных уровней людей, так как люди разные, сейчас посмотрите, да, есть. Так как люди разные, видите, ступеньки здесь появились. Так как люди разные, то в зависимости от уровня человека, ему помогает идти по направлению к этому идеалу по-разному. Допустим, мы встречаем человека с большими кулаками. Он ходит, размахивает кулаками, он говорит, а что? Господь меня таким создал. Это моя природа. Бить людей. И ходит, набьет людей. В Москве. Он говорит, ну это же вот, Господь дал мне, это мое призвание. Ты бьет людей. Ну, конечно же, это его призвание. И что будет его за это призвание? Его накажут, потому что он принимает насилие, потому что он оскорбляет людей, потому что не уважает этих людей. Его накажут, потому что он идет в том направлении. Вот это вот его, в кавычках, божественная природа, сознание, яд, в центре, все должны не слушаться, оно проявляется. И у него потом не только кулаков, у него может даже рук не будет. Будет ползать просто, ползать. без рук. Поэтому веды ему объясняют. Веды или любые написания, потому что Аришна для разных людей, для разных уровней людей, он проявляет эту харму, проявляет этот принцип, учитывая это. Он говорит этому человеку, знаешь, вот можно дать в зуб человеку, только если он дал тебе в зуб. Око за око, зуб за зуб. Понимаешь? Как сложно это вообще. мне хочется всем бить в глаз. Нельзя. Только если тебя ударили, если на тебя напали, ты можешь защищаться. Какая эскиза. но если ты можешь так же стать воином, стать полицейским, защищать людей, когда ради блага людей применять эту силу для защиты. Ой, а можно меня все время выгубить? Нет. Будешь страдать. Ну ладно, ладно, не пугайтесь. Для него прогресс? Для него прогресс? Согласны? Потому что он стал контролировать свою вот эту вот тенденцию, проявлять веселье, он стал контролировать. И поэтому он будет продвигаться вверх. Его будут законы кармы награждать. Законы кармы будут его награждать. Для людей, которые в сознании более высокое, ему говорят, если тебе ударили по одной щеке, подставь, другую щеку. Но это как-то сильно. Подождите, у меня человек бьет, и это несправедливо, и я хочу. А ему объясняют, знаешь, ну, это не без Бога. Значит, прошло ты что-то не так делал, поэтому ты справедливый, прими это. Прими это наказание. И человек смиренно соглашает с этим, но это круто. И это не все могут сделать. Поэтому учитывают уровень. И вот все знают про Варнашеву, да? Это что такое Варнашев? Это зависимость от юберного человека. его сознания проявлять принцип жертвенности. Принцип любви. Как его проявлять? Потому что сразу отсюда прыгнет туда невозможно. Очень больно. В материальном мире любовь, слово любовь имеет какой неприятный перевод. Знаете, как перевод слово любовь? Материальный мир. Тапа, аскеза. Любить в этом мире большая аскеза. любви. Большая аскеза любви. Что такое любовь? Помните, 100% отдаем счастье другому. И вот понимаю, когда люди влюбляются, какое-то время можно разыгрывать любовь, но когда она проходит, все эти дофины, все эти вещи проходят, то в этот момент, подождите, а как же я? Нет, любовь означает аскезы. Тут уже много обязанностей, это мальтерист любовь. Просто нам, привыкшим жить для себя, это неприятно. Нам, забыть о себе, это неприятно. Собой вопрос. Знаете, это вот, ребёнок заболел, и там надо вставать, там надо вот это, это не всегда приятно, мальтерист любовь. И если они эти приписания соблюдают, то они живут в гармонии с этим законом кармы. Когда закон кармы начинает, его закон Кришна начинает, его упочарять, ограждать, давать возможности, и в конце концов дают ему мудрость, знание и духовное просветление. У нас есть приписания, ну, допустим, люди, какие-то люди едят мясо, то есть они вот убивают, насилие проявляют, но это что делать, так же кушать, так же. Это не очень экологичный способ поддерживать себя, поэтому есть приписания, ограничивающие. То есть, допустим, в христианстве 200 дней это просто мясо. Вот мне люди, знающие христианство, объяснили, 200 дней они мясо не едят, 200 с чем тоже. Кришна эти как вообще мясо не едят. Вегические приписаниях для определенных людей говорят, если мясо сильно хочется, но тогда нужно хос есть. И то не каждый день, и то надо самому их убивать. И так далее. То есть, есть определенные ограничения. Если человек эти ограничения следует, он прогрессируется. Дальше идем. Соответственно, вот эти вам же пока интересно, зачем обо всем это рассказывать, зачем мне все это рассказывать. я хочу просто одно лично внести сейчас. Что законы Кармы у них есть цель. Это законы Кришны, которые есть цель. Цель возвысить. Если мы не уважаем законы Кармы, мы не уважаем Кришну, мы не уважаем его, мы премиуми. Мы не премиуми. Как узнать, что учит у нас Кришна? Веды говорят об этом. Притом для разных уровней людей он на их уровне подсказывает, как шаг сделать вперед. И мы как преданные должны понимать план Бога. Все эти законы для того, чтобы вас развысить, надо жить гармонно с этими законами. С законами бесковестия, достижениями. И вот у нас есть Веды. Вот здесь у нас есть Сатема, с Ведами. И сверху написаны мотивы, по которым люди следуют принципам Вед или принципам древности. Некоторые люди это уровня сознания, поэтому Веды для разных людей разный вдохновлял. Вот завтра икадыш, почему мы икадыш соблюдаем? Вот для разных людей разный вдохновлял. Кому-то зачитывает тесный человек, соблюдает этот икадыш, у него что там? Крылья отрастают. 120 тысяч поколений его предков получают жизнь на ранских планетах. Кто-то из него там появляется и процветание, кто-то говорит, точно завтра будем проститься. А кого-то слушает и не вдохновляется вообще. Он говорит, что вы читаете, это же кармакандра, не надо невышнавских сайтов вообще напечатать, это невышнавизм. Кто-то ругает, кто-то говорит, нет, классно, то, что надо. Люди разные, люди разные. Поэтому для людей, для одних людей вдохновение следовать ведом это страх. Они говорят, если ты будешь кусать людей, если ты не будешь уважать старших, то ты родишься лягушкой. В России. Лягушка в России. И притом не царевной лягушкой, а обычной жабой. Почему? Я не хочу, не хочу, мне не надо этого. Не надо, но тогда соблюдай. Ну, туда, в прошлую, до следующей жизни смотреть, то здесь, если ты будешь красть, посадят в тюрьму, и там тебе будет плохо. Понимаешь? Поэтому не крадить. Человек хочет красть, но он боится. И так как он боится, не хочет сидеть в тюрьме, не хочет жанра родиться, он говорит, все ладно, я не буду праздывать. Он не понимает цели тех, в принципе, но он это делает из-за страха, просто чтобы не страдать. Другие люди делают для того, чтобы у них появились возможности. вторая категория людей, и мы говорят, если ты будешь поститься на икадыше, у тебя будет много возможностей, у тебя будет столько возможностей, у тебя все пойдет, и на работе, и здоровье, и семья, и ребенок будет хороший, и все у тебя наладится, будут соблюдать. Это адха. Для тех людей, у которых уже все это есть, ему говорят, ну вот теперь как это все здорово использовать, чтобы еще было больше. Когда у человека нет денег, он не может это потратить на ягоды. Но когда он заработал денег, теперь надо их правильно вкладывать. Правильно денежки вкладывать, чтобы они не пропали, а чтобы было еще больше наслаждения. Хочешь в раю, а как там лучше, чем на намного лучше. А что там в раю? Ты представляешь, там люди не стареют, живут долго, не стареют, помирают сразу. Они помирают, они падают потом, об этом не говорят. никаких очередей в поликлиниках. Нет поликлиниках. Там нет старости, там нет явкости. Там, ну, я сейчас не буду вам всех подробностей, об этом засетите. Есть лекция отдельная касаемо парашка, рассказывает про райские планеты, после которой я думал, неплохо. Жастый все описывает. Мер наслаждение. Наслаждение. Говорят, хочешь наслаждаться по-серьезному, не разменивайся на какие-то земные. Что такое, юночки, и родишься в район, или на высшие планеты. На ситхалоке родишься. Представляете, ситхи живут. Там захотел, уже там, куда захотел. Людьми можно планеты свои создавать, людьми манипулировать. Это так, иногда очень хочется. Так? Стоишь, надо сказать, чтобы тебя слушали. Какую способность иметь. И вот это все удается, если все следует ведом. Кто-то этим вдохновлен. Кто-то вдохновлен, знаете, вот он уже и там побудал, и здесь побудал. Если телефоны перепробовали, на всех машинах поездки, на всех планетах, на всех формах жизни, но на нем, знаете, он открытие сделал. Небольшое открытие. Что везде есть нюансы. В каждом телефоне есть нюансы. Даже в самом хорошем. в каждой машине есть нюансы. В каждой форме жизни есть нюансы. Но он понимает, знаете, какой самый большой нюанс, какая самая большая проблема всех этих восхождений. Временность. Точно. И улыбается, смотрите. Временность. Камала дала жала джимана таламала говорит, гаминда дас. Что эти счастья подобные рассинки на лепестке лотоса. А лотос он такую структуру имеет, что вода не смачивает лотоса. Поэтому, когда туда падает рассинка, она как хтуть там. В любой момент может соскользнуть. Я сам однажды был в одном месте на Бухрун зарос лотос такие красивые, большие. И мы просто так ради интереса стали пресекать у них водой. И вода с них не очень как с гуся, а она как с лотоса. Как хтуть по этим листям как хтуть рассыпал. И вот точно так же мудрые люди они понимают, что структуру в грунте есть. Здорово. У меня личный опыт с одним человеком просто на мой глазах такой контраст был. Немного личной истории можно, да? Да. Я нормально. Когда приезжаю, то есть у меня был такой непростой период жизни, как-то было, с здоровьем плохо. И какой-то человек, я не буду имен называть, один человек позвонил мне и говорит, у тебя все нормально? Я говорю, знаешь, очень ненормально. А что ты сделаешь? Я молился Кришне. Я молился Кришне. Я просил Кришне, я хочу кому-то что-то сделать хорошее. Кому сделать хорошее? Вот три раза просил, и три раза твоя фотография. Я тебе звоню. Я говорю, ну вы знаете, вот реально плохо, что ты делаешь, не знаю, приезжай. Я приезжаю и он огромный дом, здоровый, радостный человек, счастливый. Кучу денег, в портфеле открываю, там деньги лежат. Вот тебе деньги, съезди, полечись. С каким состраданием он на меня смотрит. Я говорю, я знаю, тебе плохо, съездь и полечись. И я уехал, а в Индию пытаюсь лечиться. Через несколько месяцев я встречаю этого человека, печального, бедного, все отобрали, все отобрали. Жена все отобрала. Миллионы, долг, там еще с работой выгнали. И вот через три месяца мы живем с ним в одной комнате, нет, пять месяцев, живем с ним в одной комнате, за 200 рублей в день, это как комната простая, в Индии вешикеши. Он говорит, ты представляешь, всего полгода назад я мог проехать в любое место, и захватить со мной еще 10 человек, без проблем. А сейчас я живу с тобой в комнате без рублей. Я говорю, да, это счастье подобно, капли на лепестке лопуса. В любой момент, вы не представляете. И вот люди, которые это понимают, они говорят, слушайте, а можно мне вот без этих нюансов? из-за того, что мы иллюзии дорогая, мы берем, и говорим, о, здорово, и в будущее кто-то не смотрит. Ну, слишком рукавы к глазам, и как бы, ну, не видим, что-то. А вот эти люди, они немножко уже больше видят, они понимают, ты вот берешь, вот видите, вот вы берете какой-то новый компьютер, и уже понимаете, сейчас сломается. Вот эти люди с таким сознанием, они говорят, я не хочу быть здесь, где пыль, где тлен, можно мне то, что не кончается. Это называется желание мукти. И периодически в наших сердцах, хотя мы преданы, это желание мукти проявляется. Оставьте меня в покое. Как не пристали, дайте мне побыть одному. Это желание мукти. Вот это вот желание, и соответственно ему говорят, ты хочешь мукти? Да, очень хочу. Веды, Веды тебе помогут. Следуй принцип, принцип ужательности, иди в том направлении, и будет тебе мукти. А-а-а, начинает следовать. Есть четвертая категория людей, это кишнаиты, ну не только в других традициях, тоже есть люди, которые, которые идею, как идея вдохновляют. Это люди, которые говорят, слушай, ну, понятно, что у тебя негативный опыт отношений в этом мире, здесь все кончается, понимаешь, тенденция, потребность любви у тебя есть, у тебя очень есть. Но так как, я недавно с психологом, он говорит, что, когда у людей негативный опыт отношений, ну, в конце концов, они вот так вот внутри и так вот становятся, и говорят, мне не нужны никакие отношения. Вот, мне ненавидит, становятся как раз эти негативные, и они становятся. но для человека требуемого объясняют. Слушай, вот эта потребность тебе есть, просто ты не туда ее направлял. Эта потребность, она твоя настоящая природа. Просто надо любить того, кто тебя не бросит, никто тебя, ответить тебе взаимностью, по-настоящему, чтобы это было вечно. Это такое бывает? Конечно, бывает. Это верховная мечта, если это Бог, как интересно вы рассказываете. Еще прям вот можно вот так вот и не кинет, и он всегда поймет. Неужели такое бывает? Да, бывает. Это наша природа, мы вообще оттуда сбежали когда-то. Мы пытаемся здесь найти любовь во всех этих вещах безуспешной, потому что их здесь нет. О, как интересно. А что делать-то? Тебе надо следовать ведом, и веды этим принципам, это вот есть не принципы жертвы, если ты будешь этому следовать, то приступен ты избавишься от своей вот этой вот эгоистичной природы, и тебе будет невольно любить. Тебе будет в радость ты научишься любить. Понимаете? Вот. И этот человек вдохновляет, поэтому следует ведом. То есть, чему я это вам рассказываю? Значит, цель этого мира, чтобы состояние эгоизма поднять на состояние любви. Это законы так устроены здесь. Если человек идет вниз, его бьют, если он идет вверх, его награждают. И веды как раз эту идею описывают и объясняют людям на разных уровнях, как они могут идти вверх. Ну, может быть, они сразу не говорят, что вот долюбив вас, я долюбиваю вас, дайте, как тебе довести. Они им говорят, ну вот, страдать не будешь, много денег будет. Потом говорят, мукти будут. Но самым кому повезло, они говорят, на самом деле все эти законы карми нужны для того, чтобы помочь тебе идти туда, кришне. Идти кришне. Поэтому, если ты будешь следовать в этом, практиковательством, любовь, саджами заниматься, то тогда законы карми, ты будешь гармонить с этим жить, у тебя все будет хорошо, в конце концов, ты достигнешь совершенства. и веды для разных людей, так как у них разные мотивы, разные цели, но цель как вед все-таки действует вверх, то есть разные пути, есть разные школы, которые помогают человеку достижение целей, и помогают ему чуть-чуть продвинуться вверх. Это пути кармы, бахси, ильяны. И что такое путь кармы? Путь кармы, вот тут все прямо сказано уже. Путь кармы, карми, это хорошие люди, вот есть люди хорошие, называются икарми. Икарми это совсем уж те, кто говорят, я буду делать все, что я захочу, и будет все так, как я хочу. Очень смиренные люди. Они ничему не следуют, они вот так вот приходят, не открывают окна, чтобы люди не дышали, чтобы все задохнули здесь. Ну, все равно. Ну, вообще наплевать, будут люди слушать, или будут они спать, ну, все равно. Они закрывают все окна, все двери, и говорят, давайте еще батареи включим. То есть, они вот так вот ведут себя. Они включают все телефоны, начинают кричать на лекции, уберите лектора, он мне не нравится. Вот так вот сегодня себя ведут, это называется лекарми. И так как они хамски себя ведут, их наказывают и закон о карми, и закон о государстве, и люди просто там, где-нибудь вове, и наказывают. Это лекарми. Карми! Карми – это хорошие люди. Хорошие люди. Они уже, ну, понимают, если я... И лекарми, чем плохи, они берут и ничего не дают. Еще такое яркое проявление состояния лекарми – это халява. Это отвратительная вещь. Когда люди берут, пользуются услугами других людей и считают, что я им ничего не должен. За это наказывают. Закон о карми за это наказывают. Так не за дело. Всегда нужно сказать, что я для вас могу сделать, что-то надо отдать. Иначе как вы будете учиться людей? Это учиться эгоизму. Ну вот карми – это люди хорошие, этичные, экологичные, моральные. Что они делают? Они, у них цель, цель украины, они хотят в этом мире хорошенечко устроиться. То есть желание такое есть. Я хочу, чтобы мне была квартира с видом на море, может, даже на черное, на лучшую Атлантическую океану. И чтобы у меня была машина, и вот как райские планеты. Вот этого хочется. Но я готов. Вот сколько мне надо заплатить за это? Сколько любви, сколько аскез я должен сделать? Сколько денег я должен заплатить? Видите, я не знаю, кто из них продавец, какой покупатель. Вот это продавец, да? Да, это продавец. Это покупатель. Или наоборот. Ну, быстрее там мужчина продавец. Мужчина продавец. Видите, какой радостный продавец. И, значит, женщина говорит, да, женщина, она покупает коробку, торт, мне нравится этот тортик, сколько это стоит? И радостный продавец говорит, стоит 5000 рублей. И улыбается. Она смотрит на тортик, и понимает, что это гопатый какой-то. Вот такой хорошенький этот тортик. И говорит, ладно, 5000 и целых, 5000 рублей. Хорошая вещь. Она правильно поступает? Никого правильно. Она правильно поступает? Она хочет рассказать здесь. Она хочет брать эти вещи. Но она честный человек. Она говорит, я готова аскезу совершить. Вот я готова отдать 5000, которые я заработала в течение двух месяцев. готова отдать этого тортика. Бам! 5000. Берите 5000, она берет этот тортик. И есть проблемы такие? Никаких проблем. Минус 5000. А? Минус 5000. Я должен сказать, есть этот тортик, она его есть, и думает, вообще классно. Только маленький тортик. Только маленький. Надо еще заработать, и купить два тортика. Это честный человек. И вот они очень моральные люди. Очень моральные. Они следуют этому принципу. Если я что-то беру, то мне нужно заплатить. Они принципу справедливости следуют. Как же минус есть? Если что-то кто-то не дает, это не справедливо. Давайте по-честному. Это честный человек, честный бизнес отношений. Столько мы вам выдали, пожалуйста, выведите ее сторону. Это конечно не любовь, но хотя бы это не насилие, хотя бы это не издевательство. То есть люди уважают друг друга. И если человек практикует этот принцип кармы, он хочет, у него желание здесь брать что-то в этой деле, то нормально бери, но есть приз Куран, такая книга, которая называется Кармаката, раздел век, в котором правописанные цены, если ты хочешь райские планеты, пожалуйста, пост на Экадыше, 12 лет, на сухую, нормально? А? Ну все? А если один год? Ну если один год, ну тогда низшие райские планеты, подземные райские планеты. Ну давайте тогда я не дешевле а можно в этой жизни, чтобы как-то здоровье поправить? Можно, можно, открываем ходи спортзал. Все просто. А можно знаете, чтобы денег чуть-чуть побольше было? Конечно можно получить второе образование и иди на работу или жить побольше. Понятно, да? То есть честные правила написаны. Честные правила. За каждое, если хочешь что-то получить, ты должен сделать ответ. Если какой-то искомить, знаете, когда хочется тортить, хочется тортить, опять печнее. И поэтому эта стетинка аккуратненько заходит и берет это очень хочется. Бывает человек не может это контролировать. Хочется контролировать, нехорошо, а что делать? Хочется очень сильно. И когда ладошка на глазах соображение теряется, об этом физически говорит, что разделение приводит к забелению, от заберения приводит, потому что человек начинает такие вещи делать, что потом когда он придет сидит, он говорит, господи, это я сделал, не может быть. И вот значит ее накрыло кучи тортик, и она берет этот тортик и раз, и нечаянно съедает море. И тут продавец тоже обрывается, а что тут случилось, вот так получилось. Что будет? Тут соответственно два варианта. Если она взяла что-то в этом мире, не заплатив вначале, то два варианта, как она может это расплатиться. Один вариант, ей нужно тогда еще что-то делать, пойти на работу, заработать деньги, отдать другому человеку. Это называется слово «прощита». Прощита это деятельность тоже кармическая, которая приводит к тому, что человек искупает, зарабатывает, отрабатывает свои насаждения. Второй вариант, он ничего не отрабатывает, его просто сажает в тюрьму на ипотечной планете, и там он отрабатывает то, что он съемывает. Есть два варианта. Хотите здесь можно отрабатывать, хотите после смерти, уже на других местах, и там уже нельзя будет ничего отработать, там будет боится людей в тюрьме. Это путь кармы. Итак, путь кармы это честные люди, смотрите, еще раз, честные люди, моральные люди, которые понимают, надо вести себя хорошо, надо уважать старших, надо, если ты что-то берешь, что-то, у меня есть долг, я должен платить за это. Хороший человек, согласитесь? Хороший человек. Проблема бывает, что преданные, смотрите, преданные пароль, они становятся премьерами, и говорят, так у нас же крыша есть, мы что хотим, уберем. Это загружнение врачей, это огромная ошибка, огромная ошибка, потому что если войска начинает так делать, это уже, да, они идут не вперед, а идут назад, даже кормить так не делают, не, и кормить так делают, кормить так не делают, кормить, понимают, если я что-то беру, не обязательно нужно закрутить, нельзя жить на халяве, это отвратительно, за эти законы карми будут меня наказывать и правильно сделаны. Следующая категория людей называется гьяни, это люди, ну вот люди, люди, это все. В чем отличается карми от гьяни? Карми это те люди, которые внутри не хотят искать счастья в этом мире. У них нет желания, потому что вот этот карми, если он живет как карми, конечно, если он живет по моральним правилам, как-то все делает правильно, то он постепенно может получить и райские планеты, и какие-то настояшнения в этом мире, ну то есть там побыл, потом вернулся назад, но пока он живет вот таким образом, у него никогда он может конечно не попасть в ад, он может корректировать свою карму в лучшую сторону, но никогда не избавиться от желания жить в этом мире, а это означает, что вот это желание все-таки есть эти тортики, то есть она держится, ну ладно, нельзя, надо сначала денег заработать, но тенденция есть тортики, есть, поэтому может и сорвать крышу, и она может прыгнуть на этот тортик, потом раскается, или кто еще это, я вот попутал меня без, да, может такое быть, почему, потому что есть тенденция, вот этих людей, так как есть вот эта все-таки тенденция, я хочу здесь устроиться, здесь части мое, то он сдерживается, чтобы не страдать, но эта тенденция есть, и он все-таки приходит оборудоваться с этим, и Махадаш Парикши, когда он слушал объяснение, он хотел очень помочь людям, которые попадают, страдают, как это не страдать, и ему Шипадема Гасанин объяснил, ну так, людям просто нужно хорошие поступки совершать, ну платить за свои, если они сели тортик, не заплатив, то нужно пройщить до какого-то дела, он объяснил, он объяснил, но Махадаш Парикши подумал, сказал, но это не очень хороший путь для изменения кармы, потому что так как тенденция есть тортики остается, и человек периодически будет делать неправильную поступку, это не очень хороший способ, да, это можно как-то карму корректировать, но вот прям, чтобы коренным образом не получится, потому что желания у меня, и вот вот себя дышит или счастливый, и вот эти люди, они внутри, они не хотят, они хотят убрать эти желания, есть тортики, они понимают, эти желания полкают меня на эти поступки, потом мне приходится расплачивать за них, надо избавиться от этого желания, и они совершают практику, что они делают, они ограничивают свои восхождения, и они ограничивают свои желания, они завязывают и погрузят все это, и постепенно, когда человек соблюдает, контролирует свой ум, контролирует свои чувства, отказывается от насхождений, становится таким, знаете, вот сухим, высыхает постепенно, но в какой-то момент в его сознании не остается никаких мыслей, которые толкают его есть тортики, и полная секунда представляете, вот вы сидите, и ваш мозг не раздирает никакие желания, можете спокойно сидеть, но сейчас это сложно, то есть ты сидишь, а там в голове постоянно, а вот это, а вот это, а вот это надо сделать, а вот тут еще нужно сделать, а вот тут, а вдруг вот это, а-а-а, вот это все в голове, и тут надо слушать лекцию, а вот сознание во все стороны разрывает, вот только на секунду представьте, вот нет этого, нет, просто сидишь и хорошо, от того, что ничего нет, бывает такое пустой йоги, люди когда делают хорошие опытные упражнения юридические, потом они ложатся в шавасану, самое любимое козырство в любви, ложатся в шавасану, и после этого они встают, но кто вставал, помните, шавасаны, как вы чувствуете себя? классно, а от чего классно, мы чего же не дали, кто-то уехал, а то классно, что ум сглот, проходишь так, медленно, размеренно, скажи, что случилось, все нормально, и вот это, то, что испытывают дьяни, но одна проблема с путем дьяна, что оно убирает все желания из сознания, но у них все равно там в глубине сердца остается маленький корешок, и если они в какой-то момент отвлекутся от своей практики, на мгновение, то из этого корешка опять будут расти, а естественно там в торте. Вот проблема, то есть корень все равно не уходит, и Мухараш в Парикше спрашивает, а что же, что же настоящее, да, то есть у Кады Богославия объясняет, что настоящее, если человек занимается бактей, и вот бакт, узнаете наши, да, наши бакты, бакт, бактей, и путь бактей означает, что человек делает три вещи. Сейчас приготовьте, сейчас я ради чего все это рассказываю, я просто хочу сказать, что тот, кто идет путем бактей, путь бактей включает в себе моральность, корми, чистоту, гьяни, и бактей еще значит, что я все это делаю для удовольствия, для удовольствия духовного существа Кришны. И вот такое мораль и чистота ради Кришны. Я все это рассказываю, потому что есть такая тенденция, я замечал за собой, за другими, за новыми пленами, что они, когда строятся бактами, они почему-то считают, что Кришна в этом законе писан. Это для карми, для не карми, а нам что хочешь, что у нее дело, и все нормально. Вот это неправда, это неправильный. То есть крем это Кришны, он понимает, что законы, кармы, они хорошие, это законы Кришны, которые вот туда меня нет, в этот центр, подталкивают вверх. И если и соответственно эти законы морали, законы уважения, это все мне на руку. Наши отчаивали, мы должны так действовать, мощно так действовать. И быть чистыми означает не позволять своей вот этой грязным желанием в уме расти. Это тоже правильно. Это правильная вещь. И вот преданный, зачем он отличается от карни и от гьяни? Карни и гьяни, они моральные и чистые, но они не делают это ради удовольствия Кришны. Они все равно это делают по каким-то своим соображениям. Кто-то ради удовольствия своих, кто-то ради освобождения. Поэтому они не могут выйти из этого мира. Они не прошли школу этого мира. Они до конца не поняли идею этого мира. Но преданный знает, что идея этого мира учится любви, духовной личности, поэтому он делает те же самые вещи. Он живет по моральным принципам, он понимает, что нет в этом мире счастья, но он все это делает, что он делает, служит Кришне без этих мотивов, жить в этом мире или получить освобождение, он все это делает для чего? Для удовольствия духовной личности малины. То есть почему мы честность практикуем? Не просто ради честности, а Кришне так нравится. Почему мы гасаны идеи? Потому что нам жалко животных. Оно да, мы некое главное, Кришне не нравится. Почему мы карточки соблюдаем? Не потому что там райские двореты или здоровья по правилам. Нет, Кришне нравится. Вот это идея. Поэтому преданный мораль и чистота ради уже не лишний. Вот этот элемент Пану Кульена превращает эту деятельность в самую благоприятную деятельность в этом мире. и что у нас дальше есть. Это дальше сейчас объясню. Вот это первое, что я хотел сказать. Если человек занимается бхакти, то это самая лучшая деятельность, которая меняет судьбу нашу. Невероятный мозг. Вот лучше, чем бхакти что-то придумать для изменения коррекции кармы, но невозможно. Невозможно. И бхакти начинается с повторения святого времени. Мы так в шестой песне Бхагра говорим. Анна Бхагра Анна Бхагра Бхагра начинается с повторения святого времени Господа. И если мы повторять святого ряда, ведем себя, как Кришна учит, а Он говорит, будьте моральны, будьте честными, ведите себя там, для меня, я хочу, что вы делаете. Законы кармы не будут вас. Кармы не будут создаваться. Мало того, Ямараш сам Ямарутан сказал, если кто-то повторяет Хари Кришна Мампу, вы не должны их трогать. Вообще не трогайте их. Это хорошие люди, пусть Кришна сам с ними разбирается. Это не наш департамент. Это Кришнинский департамент. Понятно. Итак, карма это самая могущественная деятельность. Поэтому, когда вас спрашивают, как скорректировать карму, то есть, у меня какие-то сложности с кармой, за то, что в прошлом я как-то нагрешил, что-то сделал. Как скорректировать? Занимайтесь в акции, карма будет лучше 100%. 100%. И говорит, он так лучше, что вы даже не планировали. Вернее, так, будет лучше, но не так, как вы планировали. И одно сомнение возникает. Слушайте, может, нам все-таки подольше с ним надо общаться? И одно сомнение возникает, одно сомнение. Ну, вот, всегда ли бахти вот так вот работает? Ну, я вроде бахта, а ну, со мной тоже так, что такое могущество? Действительно, нам шастра объясняет, что если есть такой элемент, как аппаратха, и аппаратха это то, что могущество влияния бахти в жизни, вредную, уменьшает. И я немного хотел сказать про аппаратху, я не буду сейчас вас вращать, чтобы вы вышли после лекции такие вот, прадха, аппаратха, кто бы это не аппаратха, вообще? Ой, извините, простите, простите, придите. Что, вот я не знаю, вот сейчас я открыл дверь, а не аппаратх ли это? Я не знаю, паранойя, не хочу, чтобы у нас трогалось. Я сейчас вам объясню принцип, и вам будет понятно, где она аппаратха, а где она не аппаратха. и я хотел рассказать разницу между грехом и аппаратом. Значит, вот здесь ребята совершили грех. Подожгли машину, и чью-то. Вы не видите, их, но они такие тонненькие. Вот машина горит. Машина горит. И что они сделали? Они взяли бензинчик, налили в машину, подожгли ее, и это нехорошо. Ведь, да? Почему? Чужое, они взяли чужое, человеку неприятно будет. Это грех, то есть нельзя. Заходы кармы их нахаживают. Это греховные поступки. То есть, что такое грех? Это когда человек идет вниз. Это грех. Когда человек идет вверх, это долгучестилица. Они совершили греховные поступки. Им не надо было так делать. они как-то насилие совершили перед каким-то другим человеком. Все, за это их накажут. Может, полиция их накажет, потом законы кармы, их машины положили. Вот это грех. Но чем отличается жизнь преданных от жизни вот таких обычных людей? Обычные люди не могут совершить аппарат. Они могут совершить только грех. Они могут совершить греховную деятельность. благорабатывализован, что работают грех на каждом. Но у преданных появляется опция совершить аппарат. Приток непреданный украл. И обычный человек украл. И, значит, обычный человек пойдет по статье грех, а преданный пойдет по статье аппарат. Понятно? Сейчас я объясню, в чем разница. Для того, чтобы понять, давайте представим такой пример. Я недавно жил в гостиничном таком городке, где было много номеров разных, и отдельные коттеджи, и большие квартиры, и маленькие квартиры. Я вот жил в одной из таких квартир, и мне пришел вот этот пример пришел вот в этом гостиничном комплексе. Представьте, вы живете в такой гостинице, и нужно платить тысячу рублей в день, чтобы жить в этом номере. Вот вы каждый раз платите тысячу рублей, живете в этом номере. Если ваш ребенок нарисовал карту мира на обоих этой полношной, то вам нужно будет оплатить окраску или наклейку новых обоих. Все понятно. Это греет. Попортили квартиру, это греет, запрели. Если вовремя все платите, то вам бонус воды дают бесплатно. Понятно, это обычно человек так же. И вот вы живете в этой квартире, и вдруг как получилось, то деньги закончились. Деньги закончились, на арбой не хватает, ну как-то все мрачное, и вам уведомление завтра надо смещать. Если не заплатите за завтра, освободите помещение. Вот вы в печальном состоянии с этой бумажкой идете по территории этого городка, так вот как-то плохо вам, садитесь на лавочку, грустите, вспоминайте, почему так с вами случилось, за что, даже хороший человек. И тут идет навстречу радостный, радостный, счастливый, такой полный такой человек, такой подсаживается в твал, ну видно много перфильников в жизни радостности, подсаживается в твал, почему грустите? Да вот у меня счет, у меня денег нет, я не знаю, вот завтра придется съезжать, а вот не знаю, куда съезжать, куда там, подвал, не могу представить, не знаю, что делать. Вот посмотрел, этот человек, слушай, да не надо ничего, я хозяин этого городка, я скажу, чтобы в себя деньги не брали, я вижу, ты хороший человек, скидки, не платишь, вот месяц, потом устроишься на работу, будешь платить, как ощущения? Ааа, спасибо вам большое, вы лично познакомились с консайном этого комплекса, лично познакомились, бонусы пошли, все, вы уже приходите, так разорвали конфетанцию, вы видите, как это называют? Консьерши, главный сказал, где не брать, ладно, ладно, все, карма сгорела, сегодня грязь, раздумай, карма сгорела, бонусы, дают плюс, личное знакомство, дают плюс, на следующий день, вы уже как-то, в бодром состоянии, как-то, вы уже коверили свои силы, немножечко обнагледил уже, но в таком обнаглевшем состоянии, что вот все, вот у меня нормально, вы выходите, и тут идет этот веселый человек, а вы как-то сделали вид, что его не заметили, только он на вас смотрит, а вы так, и прошли дальше, понимаете, да? А у вас же отношения уже с ним, и вы как раз, и пошли дальше, и тут его детки качаются на качелях, детская пара, на площадке, они качаются на качелях, и вы так, как-то, вот, как-то вам, в таком состоянии, боевом, вы знаете, так вот, сильно качаются на качелях, и ребенок куда-то полетел, и все, а это был ребенок, этого человека, этот ребенок, это предминка, потому что предминка, это дети, этого хозяина, но он улетел, это присущимся, жена стала возмущаться, что вы делаете? Молчи, женщина! А это жена, казалось, это жена, жена, это бакция, бакция, и вот этот бакция, молчи, ребенок прямо, выкинули туда, и потом приходите, и вы уже там где-то заработали денег, и думаете, ну сейчас, то я заплачу за квартиру, приходите, хозяин, с деньгами приходит, здрасте, Сан Саныч, сколько я вам там должен? Как мы среагируем? Вы уже готовы заплатить, все как бы по закону, давайте я заплачу, а что я вам скажу? Убирайся! Конечно, Криша так не скажет, он добрый, но воспитательных мероприятий, воспитательных целей, он проявит, случай, мне сейчас случай хаоса сегодня, ты очень не прав. И вот обычный человек, который не знаком с хозяином гостиницы, он не может совершить аппарат. Он может совершить, не заплатил за его, ну там, наказали как, но это не аппарат. Он лично, другой пример, чтобы было понятно, если вы где-то там на странице пишите у себя, ну вот в блокноте пишите, президент Америки нехороший человек, никаких последствий. Если вы приедете в Америку, на канале там, как он приедет, то он все услышит и говорит, он нехороший человек, это совсем другие последствия. Или когда он поставит письма перед вами, стоит и говорит ему в лицо, ты нехороший человек, ты понимаешь? Вот. Понимаете разницу, да? И вот у преданных есть плюсы, у них есть уже знакомство с хозяином, с хозяином гостиницы. Это огромные плюсы, потому что уже бонусы, там он говорит, ну давай перестроим твою карму, ну давай тут уберем, ничего страшного. Но есть также ответственность, и двое отношение предполняет ответственность. Когда люди незнакомые, это одно, но когда они начинают жить вместе, то есть незнакомые, если там проходят, на вас не посмотрел, да бог с ними не посмотрел, не посмотрел, не вижу хуже, да? Но когда вы живете вместе, и вы на вас не посмотрели, или вы не посмотрели, тут уже на полдня уже будет объяснительная записка, почему это ты здесь делал? Давай, живо так, чтобы люди близки. Понимаете? Поэтому, а парадха, это когда человек знает, что Кришна хочет, чтобы я так жив, и если я так не живу, то значит, я принебрегаю его желания. Это парадха. Конечно, преданный, чтобы у нас паранойи не было, сейчас пояснить, конечно, преданный не может сразу всему следить, несомненно. из-за того, что есть старые привычки, и он не нужен, то... Но, если человек пытается, прилагает усилия, делать так, как Кришна хочет, то это называется искренность. То есть, для меня его мнение важно, для меня его желания важнее. Я буду стараться делать, как он хочет. Это искренность. Но когда человек может, и не делает, и тем самым он говорит, и клюбина, и клюбина, и клюбина. И вот это будет портить отношения. Это называется парад. Вот. Это про парадку. И вот здесь у нас потерпевшие эти машины. Видно вам? Хотя на контрасте показывают, как не просто подожди машину на одно, а когда они это сделали в присутствии хозяев, конкретно, конкретно, они говорят, мы вас не любим. Мы вас не любим. В нашем мире нас не интересуют. Это парад. Вот есть понимание, да? У Агиби разница. Обычно люди могут совершить аппаратку, они могут только грех. Но преданные у них появляются так как близкие отношения с Богом. И когда они знают, что Бог это хочет, они не стараются этого делать, то тогда говорит, Бог, ты нас лично, не интересуют. И тогда в результате аппарата человек может забыть о Богу, не хочешь со мной общаться, хорошо, лучше, не надо. И также приходят какие-то последствия подним страдания в жизни человеку. У меня на самом деле еще есть материал, что мы делаем, перерыв, потом еще, либо еще час, а потом обед и уходим. Еще час, еще раз. Еще час и уходим, да? Окей. Давайте тогда мы сделаем еще, потом обед, и потом, когда закончим. Ну, вы так и хотели, в принципе, да? Так, так. Есть ли вот сейчас вопросы, потому что я говорил, я уже говорил час пятьдесят, я сам не заметил, как проведено время, как вы могли выяснить, непонятно. Вопросы-то есть какие-то, что неясно? Что хочется прояснить? мы говорили о том, что мы способны чувствовать боль другого человека, и, соответственно, когда мы причиняем, есть люди, которые деградировали, они причиняют страдания этому раду, да, сходя там, срождение и так далее, а если одно живое существо от одновременно страдает одному, но при этом наслаждаются от причинения боли другим, а то что ли, смелие, нет на самом деле любви? Хороший вопрос. Есть люди, которые полностью опустившиеся, им радость приносит боль других людей, всех, они всех хотят мучить, есть люди, которые сострадают, а есть люди, которые иногда сострадают, и иногда мучают. Это вот сейчас вы описали три гуми. Есть нережество махровое, когда он всем бог поклонен, а есть благость, когда он сострадает, да, божьих очень других. Одно на страсте это означает, что наш им он сострадает, а не нашим он не сострадает. Понимаете, да? То есть, те люди, которые делают для меня какие-то приятные вещи, для моего тела, для моего ума, это наши, и к ним, конечно, ну, или моя кошка, это наша кошка, ты что на кошку думал на нее, и при этом коробу сидел. Ну, то есть, это еда, а это моя кошка. Поэтому, те, что касается меня, он в сострадании, а то, что меня не касается, он тоже будет прям какого-то снижения. Да? Ага. Если у человека психическое отхранение, он не дыхает, то есть, как это было, если у человека отхранение, если у человека психическое отхранение, и он совершенно не отдает себе отчет в том, что он делает, то он не зарабатывает карму, он ее отрабатывает. то есть, если у человека не разума, разума нет. Да, это причиняет отхранение. Да, да, вот комары же тоже причиняют вам беспокойство, или нет? Да. Радится вам с комарами общаться? Да. Я подниматься хочется с ними. Не нравится. Они настолько тупыли, они не понимают, что вам больно. Они не понимают, они просто едят. И вот если человек, ну, действительно, у него оказал интеллект, то, соответственно, вот в этот момент, когда едят, своих детей не чувствуют, животные чувствуют своих детей, или если идти, ребенок, они чувствуют интеллект. Но у них нет такой вещи, как выбор. у них нет. Выборный интеллект у них заменен ароматом. Вот в нашем случае, у нас есть либо вот это сделать, либо вот это сделать, у кошки нет такого. Ей самый лучший вариант дает сразу аромат. Но ей надо если ты пробует, будешь лезть, от нее вылечишься. А нам, а нам у нас не так. У нас не так. У нас, вот, нам доверяют больше, принимают сам решение, и, соответственно, реакции за эти решения. Ты не можешь ожидать. Да? А вот, хорми, честные люди, имеются в виду те люди, которые, они, существуют в замках вверх, а если просто люди, если это просто хорошее поступление, они получают те же реакции, или не другое? хорми, если человек понимает вот этот принцип, если я что-то беру, мне нужно за это платить, мне что-то нужно отдать за это, вот, можем назвать их, Но так как человек из-за невежества может, вот я вот взял телефон, телефон взял и дал десять рублей, вот он может быть недовольным, из-за невежества будет больше. И вот иногда из-за невежества я могу не додавать за то, что я беру. И вот тут как раз и нужны беды. Беды, они помогают с ценами отреплиться. Я просто слышала, что плохой поступок не пересылается в хорошем. То есть плохой поступок вы на самом обрабатываете, хорошее это смешный раздель. Ну, не надо обрабатывать. Ну, не совсем так. Если человек совершает дурной поступок, и если допустим взял у него телефон и дал ему ничего, это плохой поступок, за который мне придется потерять телефон. Но есть такая вещь, как происчита. Происчита означает я раскаивался, я понял, я украл у человека телефон. И я не хочу за это попасть в тюрьму. Я не хочу за это попасть в тюрьму. И я спрашиваю, что мне нужно с тем, чтобы не попасть в тюрьму. Он говорит, отдай мне пять тысяч рублей, и я забираю заявление. Я даю ему пять тысяч рублей, он забирает заявление, все, никаких последствий. Но если я взял у него телефон, я дал ему пять тысяч рублей, просто взял телефон, украл украл. И вот думаю, вот если вот я вот ей подарю свой планшет, то это перекроет. Это не перекроет. Потому что я дал ей планшет, она потом подарит тоже планшет, но вот то, что я у него взял телефон, мне нужно отсидеть. Но если конкретно я знаю, что вот это действие, это и есть идея проищит. Там вот эта вещь, взятая из некоторых доставлений, Шилл Куфадар пишет об этом, некоторые доставления. И там не то, что она не искупает, оно есть. Если человек совершает проищиту, то оно искупает. Это Шилл Куфадар взял цитату из шестой песни, первая глава из шестой песни. Идея, вот тоже стихи, которые я отъединил. Идея в том, что значит не искупает, что я даже если заплачу и пропишу людей, да, и он будет, да, все нормально, сквит, если тобой, но не искупают, это значит, что у меня есть желание брать чужие вещи, вот оно не исчезнет. То есть, вот это, даже если я заплачу и пропишу людей, меня не посадят за это в тюрьму, да, но вот эта склонность брать чужие вещи, она не уйдет даже от того, что я заплатил за это. Потому что карма и проищитель не убирает желание совершить свои поступки. Вот о чем эти вещи. А не то, что если я добрые поступки делаю, то они не перекрывают его мнение. Перекрывают. Если я попал туда, оно перекрывает, меня не будут платить за это. Вот об этом речь. Но о чем там говорится, что если я это делаю, желание не уходит. Я потом в какой-то раз, в какой-то момент возьму еще раз эту тему. А в пользу мысли, засчитываются мысли. Конечно, засчитываются мысли. Вот давайте сейчас представим лимон. Представляете, лимон такой, отрезали его, сок котел. Слушайте, мысли привели к реакции. Ну как вы говорите, не есть реакции. Мысли приводят к реакции. Вы же почувствовали с людьми здесь и все. Есть реакция? Вот, пожалуйста. Это реакция, много больше ума, много... потекло, вот. А потом, Я сейчас, если возьмем что-то другое, я вам скажу, знаете, лучший телефон на этой планете какой? iPhone. iPhone 10, правильно. Я начинаю объяснять, какого... Вот эти мысли к чему приведут? Лёв. Вы пойдете его упомать. Ну что, действуют мысли, или нет? Действуют. Но, о чем говорят, когда Бабула говорится, что в Калиюгу чтобы наказание приходит только тогда, когда человек совершает поступки. В смысле не приходит. Тогда как добрые поступки, даже человек, если в уме сделал добрые поступки, по внешнему сделал, уже какие-то хорошие последствия. О чем речь? Это не то, что последствий нет за мысли. Просто раньше за мысли судили так же, как за поступки. То есть, вот вы в уме забрали у него телефон, а судить будет точно так же, как будто бы вы у него забрали телефон. Почему раньше так было? Потому что люди настолько были разумны и чисты, что они не могли контролировать свои мысли. И если он их не контролировал, его за это наказывали. В Калиюгу такой опции нет, потому что очень сложно с умом. Поэтому скидки для Калиюги. Не значит, что теперь можно думать обо всем. Если будем об этом думать, это приведет к тому, что мы будем это делать, и тогда уж точно придется зато. Но это означает, что если мы думаем, что я взял телефон, это не то же, не накажут так же, как если бы я взял телефон. Вот об этом я говорю. То есть мы можем думать в каких-то хороших вещах, которые мне произошли, потому что я уже просто думал. Как реакции. если я думал, какие-то плохие вещи, может быть, мне не накажут так же, как будто я это сделал, но какие-то реакции придут. Такие. Во-первых, это желание к нехорошему будет увеличивать. Правильно? И на самом деле, когда преданные развивают, чем выше уровень человека, в какой-то момент судей будет даже за мысль. Потому что если он уже чист, или вы есть возможность останавливать, он это не делает, ему какие-то реакции будут приходить. наказание на то, что вы хотите. Сейчас вся оживилисть. Давайте я вам еще чуть-чуть расскажу. У нас такой преданный есть. Я хотел завершить первый раздел. Первый раздел таким вот утверждением, что Бакта это совершенный джентльмен. Совершенный глупада. Я говорю, как вы можете узнать моих последователей, то, что мы последователей совершенные леди джентльмен. То есть другими словами преданный ведет себя морально, он следит за чистотой своих побуждений, и все он это делает для удовольствия кришни. Вот это преданный. И ведя себя таким образом, это идеально с кармической точки зрения поведение. То есть с кармической точки зрения преданный не только не зарабатывает карм, не зарабатывает много последствий кармических, но он также разрушает карм, которую есть и то, что у него есть последующий джентль. Поэтому занимайтесь бахти по-серьезному, то есть морально, чисто, не ища как бы без иллюзий, что в этом мире все будет вечно. Делайте для удовольствия кришни, избегайте аппарат в смысле старайтесь идти в том управлении. Насколько можно, старайтесь надо. Если мы знаем, что кришникам нравится какой-то крену, пинают, не надо это делать. По крайней мере, стараться надо. Знаете, вот так занес уже, но не сделал. Кришник за счет. Но если это кипно, надо идти, извиняться. Вот это будет искренность. И это будет идеальный вариант для действий в этой мере. Бахти идеальная с точки зрения кармы, деятельность в этой мере. Некие последствия и карма улучшаются вообще идеально для того, чтобы жить здесь. Шишникамешат говорит, что такой человек может жить в этой мере сотни лет без проблем. Другим сложно здесь жить. Другой менталитет. И вторая часть нашей лекции, вот я вроде искренне стараюсь, вот уже целый месяц искренне стараюсь жить для прятенков. Для Кришки может быть даже несколько лет я стараюсь, может уже 5 лет, может быть 20 лет я стараюсь. И я говорю, почему я не вижу изменений в своей карме прямо сейчас? Нет. Я пока ехал сюда и вспомнил, вот я уже вашу хориклюшку повторяю. Где квартира? Где квартира? Почему мне какого-то пропадения в этой женщине писала со своими претензиями? Почему он мне говорит, что вот это нехорошая желать квартиры? Я хочу квартиры, мне негде жить. Разве это плохо? А он мне говорит, вы просто жадный человек, надо 10% отдавать, поэтому у вас в учебе что вы жадные. что за ерунда такая? Где квартира? И вот вопрос такой, почему я искренне стараюсь практиковать, но как могу, вот из всех своих сил я стараюсь это делать, почему я не вижу изменений в своей карме прямо сейчас? так я хожу к астрологу, он смотрит на гороскоп и говорит, ну у тебя сейчас раху, поэтому наберись терпения, какую раху? я не знаю, я не знаю, что я повторяю, все, звезды меняются, гороскоп меняется, и мне говорят, ну ты аппарат, никаких аппарат я не совершаю, я уже ползаю там, смирение и трагедии, вообще никому ничего не говорю, вон, и те изменения, и давайте сейчас поймем, а как же меняется, если все это работает, как оно меняется. и для этого сначала мы давайте посмотрим, как по идее должно происходить все, есть такая вещь, как парадда карма, парадда карма, это карма, которое, это события в нашей жизни, которые должны с нами случиться, то есть крошка, мы совершали какие-то поступки, и реакции за эти поступки, они примели формулу нашей судьбы на эту жизнь, и вот там, в пять лет, я ушел в садик, сколько, пять или сколько, в три, в три прошел в садик, не знаю, в двадцать пошел, в шестнадцать пошел в армию, ну и да, ну, все, там написано, как это, судьбе, потом, не знаю, разбогател, потом разорился, потом помер, это все, это прорабда карма. Начало этого пакета, это рождение, когда пакет, ну, можно представить себе, прорабда карма, это как-то такой пакет с кукурузой, воздушной кукурузой, когда мы это открыли, начались, это рождение называется, когда мы ее доели, это смерть, когда кончилось, кукурузой, кукурузой, ну, значит, много пакет будет давать. И вот, значит, это прорабда карма, прорабда карма. И прорабда карма бывает двух видов, первое, это то, что событие, которое будет происходить в нашей жизни, а второе, сверху, это желание, которое будет входить в наше сознание. Вот вы сейчас сидите, вот такие желания у вас есть, а через год будут другие желания. Почему они сразу, почему у этого маленького ребенка ему сразу не захотелось стать генералом? А в этом ему захочется стать генералом позже, потому что время сейчас не пришло. Но вот эти желания, которые будут приходить в наше сознание, заставлять нас что-то делать, там, период Венеры, период, там, Юпитера, период Сатурна, это все разные периоды, в которые судьба вносит в наше сознание определенные желания, которые, по-моему, помогают нам действовать так. И прорабда карма в форме событий, прорабда карма в форме желаний, оно давит на живое существо, заставляет, как-то действовать, какие-то события к нему приходят. Это то, что у нас написано в городском. Но при этом, у живого существа, вот этого деятельного, у него есть возможность уже в этой жизни, вот сейчас, все-таки сделать выбор между теми желаниями, которые у него есть в сознании, сделать выбор. И так как он делает выбор, здесь и сейчас, то он зарабатывает карму в этой жизни, которую называют словом Криоманахарма. Криоманахарма, означает событие, а карма, которую заработал человек в этой жизни. И эта карма накладывается на то, что с нами должно случиться в этой жизни с прошлого. То есть прорабда кармы как Криоманахарма вместе с ней. Понятно, да? Поставить, пример привожу. Допустим, человек, у него хорошая карабда карма, плюс, вот плюс, ну, Ну, хороший, богатый, красивый, что лучше, талантливый, хороший такое, хорошее рождение, родители, аристократичные, он родился уже в своей квартире, не надо сказать, не надо на квартиру зарабатывать, уже квартира есть. Вот он родился уже с квартирой. Все. Может, даже с дома. Вот все, это большой плюс. Но этот человек, ему как бы судьба хорошего, и деньги, образование, жиление, хочу, все классно. Но этот человек связался с какими-то хулиганами, и они его, ему, вдохновили заниматься реальной историей. Это реальная история. Он, было два брата, и их отец оставил им наследство. Я слышал, от этого махаража это история, его соседей. Он оставил им наследство, несколько миллионов тому для него. И один человек нажил в это какой-то бизнес, стал работать, и в конце концов он там избогател, стал уважаемым человеком. Второй брат связался с хулиганами, наркоманами, и говорит, давай вот сейчас мы вложим в дело, и будет 10 раз больше. И вот он первый раз в жизни это сделал, его посадили на 20 лет. И вот один там вот так живет, другой живет в тюрьме уже 20 лет. Вот у них была одинаковая, ну, стартовая позиция была одинаковая. И возможности были одинаковые. Но они сделали разный выбор. Один у того плюс был покарный, у этого плюс покарный. Но в этой жизни один совершил минус поступок, а другой совершил минус поступок. В итоге его карма скорректировалась. И когда мы совершаем хорошие поступки, креомана кармы, и с точки зрения кармы, хорошие поступки, жертва, на что идея, на что награждают жертвы. и бахтия, это же самая крутая деятельность, самая крутая жертва бахтия. Получается, что наша карма, соприкасаясь с этой бахтией, должна экстремально меняться. Да ведь? Вот она. И почему я не вижу этого? И для этого мы давайте поговорим о том, что вообще ждать от бахтия. Есть заблуждение, что если мы занимаемся бахтией, давайте какой-то пример приведем. Вот вы пришли на лекцию, хороший же бейтинг. Вот вы пришли на лекцию, и все ждут. А когда нам каждому по айфону 8 подарим? Ждете вы такой, нет? А что вы не ждете? Не обещали. Вам не обещали. Вам не обещали. И точно так же, что нам от бахтия, что нам бахта обещали? Что вам обещали бахты? Счастливы, правильно? Все по-разному. Все по-разному. Ну то есть, что нам обещает чистое предназлужение, то есть, Истон, проявляет в этом мире это получение чистого бахтия. И соответственно, что нам дает результаты бахтии? Какие результаты вообще обещают? Потому что мы говорим, у нас же хорошая деятельность бахтии, да? Но где как бы изменения? Но о каких изменениях вы бы хотели? Какие изменения вам обещали? А смотрите, что обещают, на что можно рассчитывать. и может быть, кому-то не надо заходить? Значит, рассчитывают вот шесть вещей, которые приносят, что обещают, благодаря кому надо презентации, я могу дать это. Что обещают? рупа-гаслами в металле предности то есть 2.8.5.7 полнописывают шесть признаков чистой предности и какие блага они дают чистой предности. Прешня Гнишу Бадда это первое, это люди, которые занимаются садданой бахтей, которые только пытаются быть преданными, чистыми преданными. Им говорят, что когда вы будете пытаться, им не говорят, знаете, у вас будет у вас вырастить крылья, им не говорят, что у вас здоровье наладится, но никто такого не говорит, что у вас будет квартира, больше, чем у вас есть. Не говорят эти вещи. Что говорят? У тебя будет Клеш-Агни и Шубхада. Клеш-Агни означает, что причины твоих страданий, вот боль, ты чувствуешь боль? Говорю, я чувствую боль. Вот причины, из-за которых ты чувствуешь боль и которые приведут к тому, что ты будешь еще больше чувствовать боль, вот эти причины мы уберем. Благодаря вот этой вещи, мы уберем эти причины. Потому что вот эта боль, вот эти причины, за которых ты испытываешь боль, это то, что мешает тебе служить Кришне. И мы уберем у тебя, мы уберем из твоей жизни то, что мешает тебе служить Кришне. И вторая вещь, у тебя появятся такие качества, ну, Шубхада, это четыре проявления Шубхада, я не буду сейчас все эти подробности рассказывать, мы в будущем скажем. Шубхада, это значит счастье, самое большое счастье, которое в этой мире можно испытать. И Шубхада означает, что у тебя будут хорошие качества, будешь хорошим человеком. Все хорошие качества у человека, который не привязан к эгоизму, проявится в твоей жизни. Вот, что мы тебе обещаем, брат. Вот, что тебе, вот, шенопроупад обещает, что у тебя уйдут причины, из-за которых ты здесь страдаешь, и у тебя появится, ты станешь хорошим человеком, и будешь счастливым, освободившись от всех вот этих вот эгоистичных привязанностей. Вот, так тебе будет хорошо. Если потом ты дальше будешь практиковать, то ты получишь Мокши-Вагу-Хабрит и Судуроба. Мокши-Вагу-Хабрит означает, Судуроба означает, ты получишь любовь к Богу. Ты прям, знаешь, точно так же, как, не знаю, люди влюбляются в этот мир, смотрят, и будет дух захватывал. Вот точно так же, когда ты будешь смотреть на Кришну, вот, с лифтой, будешь вот брать шутки, и скажешь, Харе Кришна, он будет точно такой же, и в миллион раз больше. Тебя просто будет очень сильно привлекать Кришна. Сейчас, может быть, такого нет. Ну, знаем, есть, есть такой Кришна, живет на хорошей планете 500 коров. Ну, нормально. Нет, прям будет сердце питься, где он? Как он? Я не могу говорить вот это вещь. Прямо влюбитесь вот по уши. Это называется судурома. И когда вы к нему вот так вот влюбитесь, он Бхакти даст вот эту любовь, настоящую любовь. И Мохша Рокутабит в этот момент, когда вы испытаете любовь к Богу, вам настолько будет хорошо, что вот эти все бухти, оставьте меня в покое, дайте мне побыть одному, вам покажется страданиями. Никакого покоя вам не нужно. Вы говорите, хочу сходить с ума, алина Кришна, мне лучше другого, почему-то. Если вы дальше будете продолжать принципы, побыть Бхакти, то еще дальше сандра-нанна вы получите еще больше счастья от чего? От того, что Кришна будет все время с вами лично находиться. И вот куда вы пойдете, он будет рядом. Он не знает, жить не сможет. Это все Кришне конечно не знает. Но вот это любовь настоящая. И вот это все дает Бхакти. там не написано у вас будет у вас мой телефон, там не написано, что у вас будет здоровье, там не написано, что вы будете жить долго и счастливо. Нет такого там. Это пожалуйста карма. Карма надо. Конечно в акции можно дать эти вещи тоже. И Кришне нужно дать. Но это как бонус. Вы не можете предъявлять где? Ну как раз другой. нет. шеф может в каком-то коллективе платить зарплат иногда дают бонусы. Но вы же не можете требовать эти бонусы. Это просто подарок Фингу. И Кришна может дать какие-то вещи. Почему он дает и не дает я поучу скажу. Это может быть дать. Но это нет. В договоре этого нет. В договоре чистой Бхакти этого нет. Но что там точно нет? Там говорят первое что у нас ожидает? Что причины твоих страданий то, что заставляет тебя здесь дождаться страдать и тебе плохо вот эта твоя мрачная вся карма которая в твоем связи в твоем водитель не дает и тебе сразу будет хорошо. И немного про клиш огне я хотел сказать вот вот это преды видите преды с телефона как обычно по санкету не видит а вот эта полосочка это жизнь это жизнь и эта жизнь разделена на две части это жизнь и следующая жизнь и вот эти колючки которые растут здесь это называется боль ну какие-то болезненные вещи которые приходят мы сделали что-то прошло disproportionately не так и вот эти колючки они вот здесь и вот это то что будет в этой жизни называться храмом нахар это приключение на эту жизнь и вот он идет и вот скоро он наступит на эти колючки в этом этот момент его будет боль и вот это боль потому что слово клеш огне к слову блин убирает причины страданий от чего боль возникла б б из них – это потому, что он в прошлом совершал греховные поступки. Так как он совершал греховные поступки, сейчас ему нужно испытывать Бога. А почему он совершал греховные поступки? Потому что у него есть греховные желания. А почему у него есть греховные желания? А потому, что у него есть здоровье из себя, тот судьи лишены. И вот лишие огни означают, что когда человек практикует бактик, у него сгорает вот этот список, за что он должен страдать, какие-то реакции. Реакции сгорают. Но самое классное, что сгорает желание, которое побуждает человека это делать. Но самое интересное, что уходит понимание, рассеивается задлуждение, что я в центре, что я Бог. Вот это вот никакая другая деятельность не убирает вот так камер. Если мы возьмем какую-то кармическую деятельность, то человек может что сделать? Он может немножечко греховные поступки нитерализовать. Если человек занимается агьяной, он может нитерализовать греховные поступки с теми практиками. И может повлиять на желание. Желание как-то… Но корень останется. В одном сроке творится. Но если человек практикует бактик, по нему греховные поступки, реакция на его поступки, на его действия. Смотрите, колюбочки могут уйти. А видите, что еще в следующей жизни его ждет? Слово Афраганда Карма – это то, что ждет в следующей жизни. Реакция же из-за нашей поступки не сразу приходит, слава Богу. Потому что человеку было одно время как-то там, может заплатить, денег нет, никаких количеств, чтобы нитерализовать. Так вот, Бхакти приводит к тому, что вот эти колючки могут нитерализовать. То, что там в следующей жизни может нитерализовать. Но самое для нас интересное, что желание уходит. И самое важное, что само невежество, что я Богу помогает. Теперь нам… То есть по идее, согласно этому утверждению, по идее, у нас в жизни должны тоже быть какие-то изменения. Хотя не обещают там мандаринов, апельсинов, но каких-то страданий же должно быть меньше. И вот я хотел вам показать, как желудокленно возгорает Карма. Вот это ткань, новая чистая ткань, там, шелковая. Видите, какая у меня структура, да? Хорошенькая такая. Лягенькая, скорее всего, да? И теперь, если вот сюда вот поднесем огонь, и ткань загорится. Может быть, у вас не было опыта поджигания тканей, но вы поджигали газеты. Газеты поджигали? Когда они сгорали, видели, что можно почитать заголовки? Видели? А, нет? Дома попробуйте. Смотрите, газеты поджигали. Она сгорает, остается пепел, да? Но этот пепел, он по форме такой же, как газета. И там даже фотографии можно различить, заголовки, даже можно читать ее. И вот эта ткань, которая не сгоревшая, настоящая, а это то, которая сгорела. И вот они похожи. Видите, похожи? Но если вы ткнете эту газету или эту ткань, которая сгоревшая, увидите, что она из другого материала сделана. Да? Она из другого материала сделана. И точно так же, когда преданный начинает практиковать Харе Кришна, мы искренне практиковали, обращается к личности Бога. У него карма сгорает полностью. Подожди, как же островы. Вы приходите с такой кармой. И она, естественно, напоминает то, что у вас было. Ну, если это напоминает, то какая разница? Какая разница вам объясняет. Так как основная цель, которую Кришна преследует, и который вообще преданный ждет. Какая основная цель, которую преданный ждет практиковую вакцию? Ну что, и мои отношения с Богом как-то ближе будут? Это же цель. То Кришна меняет прараба карму, кремленного, так, чтобы помочь ему почувствовать Кришну ближе. Сейчас дальше будет объяснение. То есть, смотрите, разница есть какая-то. Если это обычная кармина, тогда у него другой договор. Он говорит, подождите, у меня цель, чтобы у меня было здоровье хорошее. Вот я делаю, качаюсь там, вот где я, здоровье. Он, в Сталинбуре, он, ну, кричать там, возмущаться. Но преданность не для этого. Кришна приходит к Богу и говорит, я хочу ближе к тебе быть. То есть, это твоя цель. Я тебе помогу. Я тебе помогу, чтобы это было. Я все сделаю для того, чтобы ты в меня больше влюбился. Я помогу тебе, чтобы убрать то, что мешает тебе мне любить. Я тебе все помогу в этом направлении. Вот какой договор. Поэтому заявлять, а где, ну, то, где сё, ждите. В договоре было другое. Или нет? Это же было. Теперь смотрите, причем, зачем тогда, зачем вот это, в чем разница между этими вещами. Разница такая, что Кришна берет, сейчас будет смешная картинка, я объясню, почему я писал. Вот. Это предвины. Вот это карма. Вот это карма предвины. А вот это Кришна. Понимаете? И Кришна берет карму предвиновую со всеми ее колючками и гладит предвиновую. И вот это уже не просто карма. Это личное вмешательство Бога, которое в ответ на наше желание говорит, а можно я буду ниже тебя, можно я тебя буду чувствовать, можно я тебя буду любить. Он говорит, конечно можно, я тебе помогу. Он помогает. Он помогает два способа. Смотрите, все нормально. То есть, первая вещь. В ответ на нашу практику Бхати, Кришна посылает нам то, что может увеличить нашу привязанность. То есть, преданных, возможность практиковать, да, святое имя. Вот все, вот самое важное, что возможность быть преданным. Потому что там эти преданные, искренние преданные. Сейчас мы поговорим про искренних преданных, которые несут в себе любых Кришни. Или искренние попытки обрести и требования. Это великая удача с таких людьми встретиться. И Кришна в ответ на нашу искренность, Он устраивает, даже если Вам не по-можему было. Даже если Вы живете на Чукотке. Или за полярным кругом. Или на Марсе для этого. Он устроит, что у Вас будет возможность общаться с преданным. Хотя бы по скальпу. У вас далеко. По скальпу, по лекциям, еще как-то, да. То есть, Он устроит. И на самом деле, это великая удача. Это милость Кришны. Почему Прабхупаду, его Божественная милость? Это его милость. Бога милость. Милость с Богом, что есть возможность общаться с людьми, у которых есть в сердце Кришны. Поэтому, Кришна что делает в ответ на искренние усилия? Он дает больше возможности соприкасаться с премиями, с непременными, с возможностью служить как-то. Это одна вещь. Вторая вещь, которую Он делает. Он помогает нам увидеть то, что мешает нам любить. Вот я недавно сидел, живь там, на двух психологов. И вот мы там с ними копали, и все это меня так озарило, что вот это, ну, люди в Калиюгу, они, конечно, говорят о любви какой-то, да? Но они не умеют это делать. Там, тяжелое детство, там, какой-то, там, советский детский садик, там, какие-то круто насилия, там. Даже с кармической точки зрения человек не умеет любить. Я чувствую, что это просто чулупа. Ну, это же как само критично. Ну, это просто бесчувственный, не умеющий проявлять уважение, эмоции человеку. И, соответственно, человек так живет. И он даже не понимает, что он эгоист. Он, ну, не, ну я же, подождите, я же хороший человек. Но он не понимает. И даже когда его там объясняют, он все равно не понимает ничего. И поэтому, что делает Кришна? Вторая вещь. То есть, первая, Он помогает нам, дает нам возможность соприкасаться с предулями, да? Которые нас вдохновляют на чистую предвость. А вторая вещь, Он помогает нам увидеть в своем сердце то, из-за чего мы здесь находимся. Наша неспособность любить, наша эгоистическая привязанность. Нам легко говорить, ну да, у меня сердце на чистого. И так вот, и не чувствуем, что это, ну, правда, ну так надо, пришли, так говорят. И я такой падший. Ну, когда, вот там, в связи с себя, у меня случай такой, женщина, на психологической консультации, вот этот мне вдруг рассказывает, пришла женщина и говорит, знаете, я вот такая дура, я вот такая дура, я вот так, вот так. Я говорю, да, ты такая дура. Что, я дура? Понимаете, да? То есть наша самокритичность, она такая поверхностная, так. Но когда вот мы говорим, вот я падший, я неправ, там еще. На самом деле, мы говорим, ты не веришь. Для нас эти вещи не очевидны. Даже когда мы говорим, вот мы не умеем любить, мы там, то, сё. Ну так, ну да, да, да. Но когда мы реально это видим, насколько это, то в этот момент, мы видим эту, врачналы называют это словом «анатха». Они называют это нежеланная вещь. То есть я не хотел бы, чтобы эта вещь была, потому что она мешает мне идти к Кришне, она мешает мне любить. Я не могу жертвовать жизнь уже из-за этой приравности. И вот когда мы, знаете, такое вытащили и поставили перед нами, вот в этот момент, ну либо два варианта, либо депрессия. И вот все-все-все-все, длина на ночь. Это тогда он говорит, вот, лучше дайте я поем чего-нибудь такого, чтобы не думать об этом. Знаете, я опять стану спиньей, чтобы раньше жив и нормально было. Жил со всем этим и не мучился. А тут как-то я осознал, что я переедаю. У них пол какой-то. Два варианта. Либо назад надо вернуть в невежество, да? Либо, что делать? Либо, и работает наша Кришна, помоги, я сам не справлюсь. И пока мы не видим эту вещь, мы не можем на ней работать. Мы не можем говорить, Кришна, помоги. Я ему, конечно, говорю, Кришна очистила сердце. А от чего? Да не знаю, там вообще чисто все. Только не понятно, от чего я не чувствую, что я как-то всегда... Нет такой любви никакой нет. Я как-то сидел и думал, люди не справляют меня. Потому что я там уже давно в этом движении и считаюсь старшим. Поэтому я думаю, что-то никто не замечает, не делает. Наверное, я святой. Раз не исправляют, значит, совершенник. Наверное, я святой. Я говорю, да почему же нет счастья, которое вы обещали? Ну, там вот, ну, прямо-бактик. Значит, не святой. Почему же не исправляют? И тут у меня дошло, а я не хочу слышать эти проблемы. Я держусь за какие-то вещи. И с той поры я стал практиковать такую вещь, что я прошу Кришну показать мне. Но сразу вас приглашу, если вы скажете, Кришна, все мне покажи. Вы говорите. А это вот так не надо. Другой говорит, ничего мне не показывай. Или, все мне покажи. Нет. Вы говорите, Кришна, покажи мне то, что мне надо исправлять, и дай мне силы принять это. Ну, не умереть, не депрессию, а принять эту вещь и дай мне силы найти. Вы можете этим работать. И нет ничего лучше для того, чтобы проявлять вот то, что нас держит здесь, чем наша любимая праранда-харма. Праранда-харма, она просто специально для этого бывает задуманная. Сейчас еще будет интересная для вас информация. Что такое наказание? У наказания есть три функции. Это сейчас я вам сбьюсь при бедности. У меня друг, он исследователь. И вот он мне вчера объяснял это. Мы ехали на машине, он объяснял, в чем идея наказания. То есть первая вещь человеку, чтобы ему больно было. То есть наказать, чтобы он понял, что вот сейчас тебе больно, ты сделай правильно. Вот поэтому сейчас тебе больно. Та вещь нехорошая, так не делай. Вторая вещь – это для того, чтобы ограничить этого человека, чтобы он хуже не сделал другим людям. Оградить его от других людей. То есть он с такими тенденциями, но уже может быть другие причины. Поэтому его изолируют. Вторая вещь. И третья, догадайтесь, какая? Исправление. Исправление. Вот с этим проблема, конечно, в обычной. Две функции точно выполняют. Ему плечная боль. И его изолируют. Это важная вещь. Но вот с исправлением. Исправление означает, что человек отказывается от этого желания. И говорит, я так больше не хочу поступить. Но в законе Кармы, это же Кришна придумал этот закон. Его наказание. То есть Кришна так делает такие наказания, такие исправления, что все эти три вещи происходят. То есть и боль человек чувствует. То есть в следующий раз, когда вы будете чувствовать боль, если вас там не знаю, как-то вам сказали. То есть хорошенечко сразу запомните эту боль и поймите, что вот не надо больше вот так людям говорить. То есть я так никогда не говорила или не говорила. Подождите. Если вам это говорят, значит когда-то вы это говорили. И не понимали, как больно было у того человека. Сейчас вам это говорят, что вы почувствовали, как это больно. И в следующий раз, когда у вас будет возможность так говорить кому-то, вспомните эту боль. И подумайте, а ну надо надо. Вторая вещь. Изолируют. Когда у человека наказывают, у него забирают возможности. Поэтому наказание у человека просто вот он. Имболитом рождается, еще что-то. Потому что эта инвестиция есть, и ему надо отличить. А вот воспитательная вещь. У нас еще 10 минут. Все нормально. Воспитательная вещь. Это прората Карма. Она делает там специально такие истории в нашей жизни. Которые будут помогать. Вытаскивают. Когда сидим перед компьютером, мы же святые. Обратили внимание? Мы лугаемся. Ни хулигаем. Никакой зависти. Святой человек. Но стоит кому-то только войти в комнату, и тут откуда-то появляется то, что я раньше не видел. И вот прората Карма. Каждого из нас. Поэтому надо, как говорят христианские, свой крест важен. Если вы возьмете чужую судьбу, она не сработает для нас. Да, там будет уже больно, но там работы не произойдет, которые запланированы. Работа над теми желаниями, из-за которых все это получение не произойдет. Поэтому Кришна что делает? Так как это уже прората Карма, она идеально создана, чтобы работать над теми проблемами, из-за которых мы здесь находимся. Он берет эту прората Карму. И дает ее тому же предвиду, так как его. Дает ему эту же предвиду. При этом говорит, твоей Кармы больше нет. Он говорит, все, сгорела твоя Карма. Он берет ту же самую Карму, но уже с любовью, понимаете. Уже лично Кришне дает нам эту прората Карму, нашу же прората Кармы. Для того, чтобы мы видели, она будет, когда проходится прората Карма, она будет вытаскивать из нашего сердца то, те желания, которые мешают нам любить. Из-за которых мы здесь живем, из-за которых мы не чувствуем ничего. Когда она будет вылазить оттуда, в этот момент мы будем видеть, и говорить, Кришна, помоги мне избавиться от Кришны. А вот если эту прората Карму, ну чужую взять какую-то прората Карму, она не будет вылазить. Наша Карма не будет вылазить. Умогили, да? Поэтому сгорела Карма у прендового? Да, она сгорела. Полностью сгорела. Это уже не как у обычного человека, она его просто прората, она его, ну, воспитывает, боль причиняет и, ну, как-то показывает, это хорошо, это нехорошо. У прендного, прендного хочет вести Кришну. И Кришна говорит, вот эти вещи, признай эту вещь, она мешает тебе. Это нехорошая вещь. Откажись от нее. Я помогу тебе. Ты только захоти этого. Вот разница какая. Так что у прендного Кармы нет. Так что у вас все сгорело. Это уже Кришна Карма. Ты личная Кришна. Потому что один раз в человеке сказали, Сакритеева прапана яс, а вастритича я четвей, абаямсарабадатасмуринадамикататтамамамамам. Господь Рава Чану ей говорит, если человек один раз Сакритеева прапана яс, если человек один раз скажет, Кришна я твой, или Рама я твой. Кришна это вдохновили. Напомню. Вакцару знаете, да? Вреднопати. Вреднопати, который живет в Карме. 15 лет назад он дал ему договор. Он встречал людей, которые приходили. Он рассказывал, объяснял, кто такой Кришна. И он делал интересную вещь. Люди приходили и говорили, давайте вместе с нами помолимся. Давайте помолимся. И Станинский повторил. Он говорил, повторите за мной. Дорогой Господь, дорогой Господь. Я не хочу ничего в этой мере. Я не хочу ничего в этой мере. Кроме того, как служите и любите Господь. И они повторяли эти вещи. А Суша думал, он дает. Он не уточнял традицию. Он говорил о принципе. Он не заманивал никакую организацию. Но он как-то вдохновлял на эту идею обратиться к Богу за тем, чтобы полюбить Его. Если человек один раз это делает. Один раз. Ну, может быть, механически, как эти люди. Но один раз искренне, если кто-то так скажет. То уже Кришна вечно будет об этом человеке переживать. Он уже будет ходить кругами вокруг этого человека. И думать, как Ему помочь. Он так хочет ко мне. Он миллион в жизни во мне вспоминал. А сейчас Он попросил. Он говорит, как Ему помочь. Он же не понимает, что вот эта отвратительная привычка, она решает Его. Он живой людям причиняет. Надо Ему показать любви. Надо Ему послать Кришна Икрова. Духовного учителя, Бхагава, Святое Имя. Потому что вот это поможет Ему. А вот это поможет Ему видеть то, зачем Ему надо работать. Понимаете? Вот так лично Кришна руку, да? То есть через два канала идет помощь нашим. Через тот основной канал. Он дает Ему возможность соприкоснуться с косительными бабцами. Приобщаться с ним. А вторая вещь. Он помогает Ему видеть то, что мешает Ему премию. И тут уже у премиего вариант. Он пугается и говорит, ну ладно, я не буду премию. Но уже поздно куда-то текать. Потому что я, наверное, рассказал. Вот. И любой вариант. Он говорит, да, это у меня есть. Я здесь, я этого не хочу. Может быть, я буду на этой работе. Пришли по-моему. Вот. И последнее, что я хочу сказать. Это подарить Вам слух. Из десятой песни. Четырнадцатого габа. Восьмой текст. Это то, как Кеннами реагирует на то, что с ним происходит. Как судьба. Его загоревшая карма. Которая напоминает Его гороскоп. И, соответственно, это к нему приходит. И как реагирует преданные на трудности, которые приходят к нему в жизни. Мой дорогой Господь. Тот, кто смиренно ждет, когда ты пройдешь на Него свою безпричинную нелесть. Терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок. И почитает тебя в сердце словами и телом. Несомненно достойно освобождение, которое оставляется его законным правом. Здесь три вещи описаны. Я сейчас скажу какие-то вещи. Первое, что преданный терпелив. Почему терпелив? Терпеть вообще очень сложно. Когда происходит что-то, что мы информировали. Это трудно терпеть, потому что я внутри говорю, почему это происходит? Я такой, со мной так нельзя. Это не по-человечески. Да, терпение очень сложно. Почему преданный терпелив? Почему с ним что-то происходит, а он терпит это? Милость Бога. Во-первых, я этого заслужил. Моя прарабда карма. Во-вторых, Кришна лично мне эту прарабда карму как-то дает, чтобы меня учить. Ну, это же полезная вещь. И так же Шива Хлупада говорит, если вы порезали руку, значит, вы должны отрезать твою руку. Все равно Кришна не в полную мощь дает наша прарабда карма. Она напоминает, но не в полную мощь. Но столько, сколько полезно для того, чтобы мы поняли проблему, но не столько, чтобы мы умерли. Ну, как вернулись в полную жизнь. То есть Кришна как-то там децибел уменьшает. Вот эта прарабда карма. Поэтому преданный понимает, а он понимает, что это на пользу мне. Фитружести мне на пользу. Вторая вещь. Потому что преданный может, знаете, присесть и грустить. Терпеливо грустить. Вот сидеть. Вот знаешь, Господь, я вот сейчас не могу тебе служить, потому что вот я терплю сейчас. Терплю страдания. Вот когда все кончится, тогда поговори. Нет. Человек терпит. Он терпеливо продолжает служить Кришне. Он понимает, что я все равно могу тебе служить. Я понимаю, что тут все справедливо. И в любых ситуациях, в термомом речи, он прославляет Господа. Даже если трудно, даже если что-то там произошло, это справедливо. И я все равно буду… Включайте след. Я все равно буду служить Кришне. Я все равно буду служить Кришне. Что бы ни случилось со мной. И третья вещь. Он служит без такого нахального настроя. Нахальный настрой, значит, такой. Слушай, я уже десять лет… Короче, Варим Кришне повторяю. Где Бхакти? Я тебе спрошу, где Бхакти? Давай, Бхакти, резко. Это я как в тот фильме по себе. Там народ так обращается к Богу. Они там просто хотели их менять. Заказывают и… Вы, наверное, не смотрели? Фильм себе. Как прибегает такой восточного вида официалов. Это Бог. Он и так болеет. Да, Господи. Что вам надо? Заказывают тебе вот это. Даешь? Он говорит, да, конечно. И побежал дальше. Это хамство. Вот. И преданно не считая, что Бог ему там что-то обязан, он ждет милости. То есть третий пункт. Он ждет милости. Почему? Потому что, во-первых, я, кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? А во-вторых, он понимает, что Бог виноват сделать лучше, потому что он очень добрый. Поэтому не надо ему никак оставить условия. Надо довериться ему. И он отримет самый лучший вариант, самое лучшее решение, когда и что он его не делал. Поэтому преданы три вещи здесь, в этом тексте. Он терпеливо предстосит то, что с ним происходит. Понимает, что… Я заслужил этом. Вторая вещь. Он продолжает служить Вишней, потому что понимает, это самое лучшее, что нужно делать. Самое лучшее, что нужно делать. И третье. Он ждет милости. Он не требует ее. Он смиренен. Он говорит, что «Кришна, я не тебе полагаюсь. Как ты решишь? Я вот свою деловую делу, я скажу тебе. Смиренно жду у тебя помощи». Вот это то, как Кришна реагирует на судьбу, который уже для него судьба, а Кришна карма. И вот здесь у нас два тезиса, о которых я в течение этого шлюстского времени часов вам рассказываю. Первое, что я хотел вам объяснить, что Кришна и совершенный уже интернет – мораль и чистота ради служения Кришне. То есть я хотел вам сказать, что если мы занимаемся Кришна служением, то это самая лучшая деятельность. Но при этом служение означает, что человек ведет себе морально, он честный человек, он не живет на халяме, он не прикрывается божественностью, совершая отвратительные поступки. Это все мятерство, все выпуски. То есть человек такой совершенный джентльмен, морально и чистота ради служения Кришне. Вторая вещь, которую я пытался объяснить – это то, что ну вот я занимаюсь этим всем, где, извините, карма. И я ответил двумя обещаниями, что первое – надо понять, о каком договоре, в акции нам не обещали апельсинов, нам обещали, что мы будем ближе к Кришне, и, соответственно, Кришна эту вещь выполняет. Для того, чтобы выполнить эту вещь, он делает два момента. Первое – он дает возможность практиковать, быть стрельным, привязанным, чтобы увеличивать. И вторая вещь – он показывает нам то, что нам мешает быть прельным. Как он это делает? Он берет останки нашей кармы, прорабной кармы, и отдает ее нам, чтобы это скрывало те проблемы, за которые мы здесь находимся, чтобы мы могли от этого заслабиться, обращаясь к нему за помощью. Вот так является карма-трейн. Поэтому давайте практиковать прельное служение, не переживать, не ходить на семинары про коррекцию кармы, потому что у нас самый лучший способ это сделать. И надо понять, что Кришна меняет эту карму. Просто идея такая, что эта карма меняется так, чтобы помочь нам быть прельжен Кришна. Будет прельжен Кришна. Спасибо вам за внимание и терпение. На этом мы закончим. Два часа. Все у вас перерыв. Сейчас у вас просад, и потом мы отвечаем. Время —